Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио Сегодня у нас 2 марта, среда 2016 года По одному из современных календарей По одному из старинных первый день месяца пробуждения природы Седмица 7524 лета Говорить мы будем в сегодняшней нашей передаче О здоровом образе жизни самосовершенствующегося человека Главный сведущий Дмитрий Лапшинов Здравия тебе, Дмитрий Здравия Естественно, что мы затронем, наверное, книгу Которую ты написал, книга «Звук безмолвия» И будем отвечать на вопросы, которые будут оступать в чате нашего радио Надеюсь, что такие вопросы будут Хотя, что надеяться, они уже там есть Но для начала давай мы начнем с того, что... Про эту книжечку-то и поговорим Что это за книга, когда она родилась, как она родилась и с какой целью? Да, хорошо Книга родилась буквально пару лет назад Писалась она мной с целью Подать мое видение пути самосовершенствования Которое я познавал через разные системы самосовершенствования Как славянских родов В данном случае Спаса Рода Топора Так и через другие системы, в которых эти знания сохранились И индийской, даосской йоги И, так сказать, тибетской Вот суть одна и та же, которая выражалась через разные традиции, разными языками Самая основная суть – это подать смысл влияния питания на самосовершенствование человека Это прямое влияние Как многие традиции сегодня уже потеряли И даже не осознают, уже даже не секрет То, что есть традиции, в которых физическое тело рассматривается как грязный мешок А мир, в котором мы живем, как тюрьма для души На самом деле это большая ошибка То есть, как поломанный телефон, все очень сильно искажалось Как мы знаем, и многие наши пословицы Поговорки переделывались, искажались И истинная их суть перевернута сверху на голову Так и на систему самосовершенствования Это все уже перевернуто и смотрится кардинально по-другому И вот задача была Именно подать информацию, которую мне удалось соединить в определенную мозаику С целью, как целостно самосовершенствовать свой дух, свою душу и свое тело И все это опирается на питание И там все это раскрывалось Каким образом? Ты сказал, что очень много различных практик прошел, изучил Не получилось ли, я так предвижу такой вопрос из чата Не получилось ли некая мешанина, каша, где нет какой-то четкой комвы А вот так вот и оттуда, и отсюда такое лоскутное одеяло? Задача была именно сортировать Как раз человек, который не знает принцип самосовершенствования То есть, как, что стоит в углу всего То есть, сознание На что сознание опирается То есть, на энергетический потенциал Живу и на гармонию полушария мозга И, в вторую очередь, как и живо, и полушария мозга Через центральную нервную систему опираются на тело Если человек знает все эти алгоритмы То он, так сказать, отсеет все плева И оставит только рациональные зерна И вот эти вот именно алгоритмы самосовершенствования Мне давали мои учителя И, как сказать, основная часть сортировки происходила именно с ними А твои учителя – это кто? Какие-то йоги или просто философы Или, может быть, ученые Несколько слов о своих учителях расскажи Ну, основных Основных, так сказать, выделять как-то не совсем будет правильно Если назвать основных, то и другие останутся второстепенными Но, тем не менее, пятерых я смогу выделить Каждый из них является практически легендарной личностью своей внутренней традиции Первый – это был Даос Легенда Китая, мастер Шэньджи В Китае его называют «Князь Тайдзи» Многие современные мастера Так сказать, у него занимаются Ни одно серьезное соревнование без него не проходит Второй – это японское направление Цзэдзэн Мастер Орион Третий – это ситх Традиция 18-ти тайминских ситхов Шэньджи Четвертый – это, ну, не знаю, правильно, неправильно сказать Потерянный род Так сказать, Черников ушел Род из рода Топорей Хранитель знаний своего рода Как дальнейший род его продвигается Сейчас сложно говорить Кто знает, понимает, что я имею в виду Вот, ну, в принципе Четвертый – это род Спаса Рода Топор Южная традиция И четвертый – это тибетская йога Вот, в принципе, пять основных Тензина А из тех учителей, которые ты перечислил Есть какие-либо, которые сразу тебе пришлись По сердцу, по уму, которых ты принял однозначно Или они все однозначно воспринимались? Нет, не все Помимо этих пяти основных Есть еще очень довольно сильные Интересные мастера Но философия их длительное время не ложилась Так как сложился мировосприятие Не давало некоторую информацию мне принять на душу Но, тем не менее, были и такие моменты Когда и мировосприятие само менялось После опыта определенного интуитивного Которого давали мастера Либо передачу информации Интуитивного от сердца к сердцу Либо путем активации Либо посвящения И миросприятие путем несколько лет Тоже менялось Но информация часть Принималась Часть Отсеивалась Но общий смысл всегда был один и тот же По сути, мы всегда говорили С разными мастерами Об одном и том же Только разными словами По сути, все Есть веда Все есть Знания определенные Одинаковые Только Мы это все разными словами И интерпретациями Подаем Дима, а что тебя заставило Достаточно молодого человека Устроить хождение за три моря Неужели здесь В России Ну, в Украине В Беларуси Не было каких-то знаний Может быть в Сибири Которые бы Вот можно было за основу Взять своего самосовершенствования Вот К сожалению Я Об этих знаниях Которые лежат перед носом Узнал Буквально только Лесколько лет назад А до этого То, что было на слуху Это Такие знаменитые Определенные йоги Своими способностями Владеющими И Какие-то сакральные знания И стремился Старался туда Не зная Что у нас Это все Перед нами Лежит гораздо ближе И не менее сакральный Порой даже местами более И вот Первых трех учителей Это Даос Япония И Томийский ситхи Я изучал Много лет Но когда Буквально два года назад Узнал Немножко ошибся Там два с половиной Почти три года назад О наших же славянских знаниях А именно Спаси И когда я Погрузился туда Это перевернуло Мое Совершенно верно Мировосприятие Я за буквально год Узнал там Все то Что в других традициях Вот Несколько лет познавал И вот в то время Это оказало на меня Колоссальное Такое Значимое событие Которое И заставило меня Пересмотреть Все мое Мировосприятие Вплоть от того Что я переименовал Систему Она раньше Называлась Космическое озарение А потом Стало называться Сварга И Мои взгляды Вообще На мир На жизни И на практике То же самое Изменилось Вот как интересно Бывает Да Так живешь Живешь Тебя все время Пичкают Какими-то Иностранными терминами Какими-то Иностранными знаниями Мудростями А потом Наткнулся на свое И сказал Ёлки-палки Так вот ж оно Истинно А я зачем-то Куда-то туда убегал И какие еще Интересные встречи У тебя вот После того Как стало раскрываться Наше родное Стали происходить Может быть так Тоже коснемся этого Ну Одно из основных Что касается Это Очень Легло на душу На сердце И вообще Как таковое Логично Это язык Именно образный язык Которых Водит лад И сознание И подсознание Тем Даже так называемые Определенные слова Человек неосознанно Говорит А это становится Словом сила Которая его включает Вот что В системе И в практике Я добавил Но добавил Не сразу Это Как изучение Наших Ведических Славянских Знаний Помогло Через Своих знакомых В том Точно так же И мне приходилось Я уезжал На несколько лет На так называемое Если кто-то слышал Город Который раскопали Аркаим Прожил там Довольно долго И Знаю людей Которые стояли У истоков Раскопок И то что Сегодня говорят И это был город Для там Добычи Каких-то ресурсов Либо это были Сооружения Но это уже сегодня Говорят Но на самом деле Я был Многим очевидец И Знаю тех людей Которые именно Поднимали эти пласты Ни одного Артефакта Витязи Там не нашли Там были артефакты Только волховские И жреческие Для определенных Обрядов посвящений Но к сожалению Это сегодня Умалчивают И особо не распространяют Точно так же Был практически очевидцем Когда Один иностранный Археолог Говорит Да это замечательно Это Очень грандиозно Но мы не можем Это распространять В массы Так как это Полностью поменяет историю И вот многие знания Мне Приходились И там Через людей Либо через Определенные Практики Когда мы Медитировали Занимались Мне на то время Уже мастер Ориона Дал И научил Как Познавать информацию Не только извне А По сути Вся информация Внутри нас Необходимо только Войти В чисто поле В чисто сознание Там дальше Уже Работают Образы И вот Путем Крупиц Одного Звена За другим Формировалась Как система Так и Моё мировосприятие Что касаемо Того же Аркаима Если уж Мы о нём Начали говорить У меня Несколько Взрывов встреч И мы общались С разными людьми И в конечном итоге Так или иначе Я пришёл к выводу Что Аркаим Не являлся Какой-то Узконаправленной Структурой Или обсерваторией Или Как мне говорят По выдавке металла Или там Какие-то Проходили занятия С кем-то У меня сложилось впечатление Что Аркаим Это Древний институт Который В себе Содержал Все знания Которые Сегодня Проявлены Так или иначе В современной науке В современной нашей жизни Там были И физические И химические То, что раньше Называлось Алхимией Опыты Там же Занимались И духовными практиками Там же Занимались И обучением И многим-многим другим Потому что Все вот эти комнаты Если внимательно Разобраться По сути Это взаимосвязанные Лаборатории Где можно было Заниматься И металлом И камнями И наблюдать Зачем-то И что-то Со звуком Работать И так далее Вот у тебя Какое впечатление Сложилось Да, возможно Но в первую очередь Что хотелось бы сказать Касаемо Аркаима Граница Казахстана Стана казаков Точно такой же Абсолютно Один в один Одно такое же Капище Но его Когда раскопали Буквально Поизучали И поизучали И тут же Закопали Не вкладывается Оно, да? В исторические Догматы Да, совершенно верно И вот Этих капищ Было получается Очень много Практически Сотен Несколько сотен Ну, конечно Я все не видел Это можно только Предполагать Я видел только Два Всем известная Под Мегнитогорском И В Казахстане Но Как говорят археологи Которым Я верю Мы с ними Очень много Вместе прошли Их довольно много И возможно Либо там Одно капище Было предназначено Для одного Второе Для другого Либо они Целенаправленно Каждый Был такой Целостный Где В каждом Варилось Развивалось Сразу Многонаправленность Может быть Такое Кстати Для того Чтобы понять Какие еще Сооружения Находились Вокруг Известного Нам Современного Известного Аркаима Можно просто Взглянуть на карту И будет ясно Что точно Такие же Сооружения Скорее всего Существовали В тех местах И это была Цельная структура Взаимосвязанных Между собой Подразделений Одного целого Так что Вот Просто можете Карту Открыть Погуглить То что называется И увидите Как это все Выглядит сверху По кругам По этим Вы узнаете их Такой вопрос Скажи пожалуйста А на Востоке Вот те люди С которыми ты общался У которых получал Какие-то знания Они когда-то Хоть как-то Отзывались Ну как Некоторые говорят О древних Учителях Которые пришли С Востока Или о России О том что В ней что-то находится Или так Молчком Молчком Просто продвигали Свои знания Да Совершенно верно Это было как раз Одно из первых Что меня очень сильно Поразило Первым Это был Мой первый учитель Шэньжи Он рассказывал Такую вещь Когда он учился У своего учителя А тот Живет до сих пор В пещере Его считают Долгожителем И он общается На таком Древнекитайском языке С диалектом Что сами китайцы Уже таких диалектов Не знают По сути Сам китайский Там в минуту Человек говорит Много-много слов Шэньжи Китаец Говорит Когда слушал Своего учителя Он настолько быстро Говорит Что уже сам Не запоминал Током Что он говорил Сказать Я не понял Либо не расслышал Было нельзя Тогда как там Все было строго И Человека выгоняет В общем У этого учителя Было Несколько учеников Когда они достигли Определенного уровня Предела Он Этот учитель Направил Каждого Относить знания На континенты Кого-то В Россию Кого-то В Америку Кого-то Еще что-то И вот Шэньжи Был один из Вернее не один из А самым сильным Из этих учеников И он его направил В Россию Тогда я задумался Интересно Самый сильный ученик Его еще и в Россию Направили Здорово Потом Когда у меня появился Третий учитель Это традиция Таймильских ситхов Шри Проножини Сказал другую историю Когда их Ни один святой Который Дал им знания Джоти То есть знания света Это свами Рамалинка Он уходил от йогов Говорил Сегодня вы не понимаете Я даю вам знания А вы их Неправильно трактуете Я ухожу от вас Придут люди с севера И принесут вам Те же самые знания И вот тогда вы Прислушиваетесь к ним И вот Проножи говорит У меня надежда Как раз сейчас На Россию Меня второй раз Зацепило Это И вот потом Я начал искать Как раз Знания Что же собой представляет Россия Вышел на Именно На Весту Потом А Веста Которая содержалась В Уране Развилась такая традиция Как зарастризм Потом Веда В Индии сохранилась И потом вышел Как раз на Славянский Спас Где мне Более детально Все развернули Скажи Каких-то удивительные люди На твоем пути В последнее время встречались Которые могли делать то Что Не то чтобы даже Простой человек Это мог делать А вот скажем так Даже подготовленный человек На это мог взирать С неким удивлением У тебя же все-таки Какие-то экспедиции бывают Встречаешься Вот так просто Для затравки Для Для общения Для продолжения общения Знаю Я знаю только двух мастеров Которые владеют Сильными способностями Это вот как раз Первый мой учитель Шэньжи Он И его И закапывали Его изучали Закапывали На несколько суток Без кислорода Как человек Может жить Без питания Потом Чуть меньше Без воды И еще меньше Не может жить Без кислорода И вот он Показывал Как человек Может несколько суток Жить Без кислородной Жизнью Потом Одно из самых Его последних Испытаний Но об этом уже Мало кто знает Это когда Человек садится в котел Это он один Единственный Прошел Из всех учеников Мастера Садится в котел Раздевается Полностью Догола И броет волос Налоса И вот он Садится в котел На него Выливают 10 кг масла Поджигают Тело горит А огонь Не причиняет Вреда телу Второй же Ситх Традиция Восемнадцатоминских Махаситхов Это Шри Пранаджи Знает Только По историям Как Говорили Его соратники Как В личной Частной Общине С ним Что он Рассказывал О его Ситхах Определенных Ну Лично Его не видел Но Я склонен Верить Потому что То что он Рассказывал Это Ну для меня Уже сейчас Это реальность И элементарно К примеру Когда Есть Есть В Китае Такая техника Называется Прикосновение Пера Это Человек Становится Энергетическим Силовиком Делает Определенные Энергетические Усилия Вокруг него Допустим Трава На полу Закручивается Спираль Вот он Такие же Вещи Проделывал Только с лепестками Рос Цветов Вокруг себя То есть Его поле Раскручивается И вслед за Раскруткой Вихрев Его поля Что-то легкое Типа Листьев Либо Лепестков Рос Либо цветов Начинают Вращаться Ну точно так же Он один Один раз В Малайзии Показал Свою силу Энергетическую Как он Сказал Что Достаточно Его силы Чтобы Это был Остров Недалеко От Ланкави Он говорит Достаточно Мои силы Чтобы сжечь Вообще Весь остров Но я не знаю Так ли это Не так ли это Но ту силу Которую он показал Я ощутил Если бы он добавил Я мог реально сгореть Но Вот в принципе И все Остальное все Легенды Точно так же Есть про Легенда Про тело света Которую Уже рассказывал Мой последний Учитель По тибетскому Направлению Которая была Не так Ну как не так давно Когда была война Китая Тибета Когда Из Китая Ушли все ламы Остался только Один из сильнейших И Ну не побоялся Уходить А было гонение На монаха В то время Точно так же Когда у нас Во времен христианизации Но у них Было попроще И вот Этот монах Остался Страна уже Стала практически Китайской И Китайцам Не нравилось То что он остался Они хотели Его устранить И наклеветали На этого Индийского Тибетского Ламу Императору Что он якобы На императора Насылает Черную Черную магию На что император Собирает войско И отправляет его К этому Ламе Войско Мечами Начинает Разрубать Этого монаха Ламу А мечи Сквозь тело Его проходят И еще Такой момент Говорил Что он Когда завязывал Пояс То пояс Проходил Через тело Ну так Вот Когда эти Войны Начали разрубать Его мечами Мечи Проходили Сквозь тело То войны Упали Перед ним И начали Простелаться Увидели Что он Святой И сказали Такую вещь Нас послал Император Если мы придем Без вашей головы То Он Отрубит Наши головы На что Лама Перед ними Жалился Щелкнул Пальцами И в тех местах Где проходили Мечи Он просто Распался Пополам Вот эта вот История Которую я Слышал Из уст Мне лично И тем Ученикам Как и я На ретрите Рассказывал Этот лама Верни Тензин Прямо Слово Буквально Рассказал Ему Не было Смысла Врать Потому Что Для тибетцев Это все Элементарно Особенно Традиции Радужного Тела Дзакчена И по сути Зная Сегодня Все эти Алгоритмы Ключи И как Это Происходит Узнаю Это наверняка Что Все эти Вещи Реальны Не знаю Как бы я Поступил На месте Этого Уважаемого Человека Вполне Возможно Я просто Сходил бы К этому Императору Сказал Ну что Мужик Давай Поговорим Ну да Ну да Хорошо У нас Получилось Хорошее Вступление Давай Теперь Мы Перейдем Уже К заявленным Темам У нас Заявлена Первая тема Идет Что Есть Сущность Человек Вот Давай Наверное Об этом Поговорим Хорошо Отлично Как Говорили Наши Предки Если Слово Сохранило Эстотную Суть То Оно Может Объяснить Само Себе И Человек Уже Расшифровали Тысяча Раз И Очень Много Ну По сути Чело Выдано Навек Это Не Самая Идеальная Интерпретация Человек Бог Воплощенный На земле Который Внешнем В Яве Отражается Физическим Телом А в духе Наурнирода Отражается Своим Сознанием И вот В промежутках От тела До Сознания Существует Множество Множество Тел Традиция Спаса Делит Это На 13 Тел Определенных И вот По сути Мы такой Многообразный Космос Который Включает В себе Физическое Тело Энергетическое Психическое Сознание Вернее Ум Разум Интеллект И сознание Это Вот Вкратце То есть Физическое Тело Это Лишь Поверхность Айсберга На который Смотрит Человек Да Но без Этого Тела Невозможно Было Само Существование Человека Это Вопрос Для чего Эта Сущность Вселяется В человека Физическое Тело И что Тогда Она собой Представляет Уже Функционируя В этом Физическом Теле А не Просто Где-то Там Находясь Это Как раз Физическое Тело Это Самое Могущество Сущности Сознания И вот Путь Эволюции Сознания Это Идет Материализация Когда Сначала Потому что По сути Сознание Оно Бесформенное Сознание И свет Порождающий Звук А звук Уже В свою Очередь Порождает Формы И вот Физическое Тело Это Одно Из этих Форм А само По сути Сознание Не имеет Формы Оно Вне Времени И вне Пространства То есть Дух И вот Идет Материализация Духа Формируется Одно Тонкое Тело Потом Второе Третье Шестое Эфирное И потом Самое Плотное Это Физическое Вот Каждая Клеточка Нашего Тела По сути Это сгусто Сконцентрированная Энергия Вот Даже Уже Сегодня Ученые Почитали Что Если В совокупности Взять Энергию Каждой Клеточки То Это Будет Равняться Сила Реактивного Самолета Вот Настолько Мы Вносим Себе Балласт Могущества Энергетического Но Из-за Того Что Человек Владеет Своим Мозгом Лишь На 6-7 Процентов То Не Достиг Просветления Мы Не Можем Это Полноценно Использовать Все Это Могущество И Вот Физическое Тело Это Уплотненный Дух Тело Продолжения Сознания Это Первая Часть И Уже Это Наше Могущество Из Которых Дух Начинает Формировать Свои Свои Вещи Лес Так Называем Свои Вселенные Если Соответственно Он Перейдет Ко Второй Стадии После Материализации Которая Называется Духотворение Получается Таким Образом Сначала Дух Материализуется Через Все тела До физического А потом То что В религиях Называется Вернуть Землю На Небеса То есть Тело Которое Сформировал Дух Необходимо Еще и Отдухотворить То есть Чтобы И тело Вошло Резонанс С Духом И Когда Не Входит Резонанс Это Как Раз То Что И Называют Тибетцы Радужное Тело Мы Называли Тело Света Возникает Вопрос Такой Если Человек Это Все-таки Божественное Создание Не Тварь Какая Либо То Почему Такая Дисгармония Между Физическим Телом Духом И Душой И Вообще Все Что Связано С Эзотерикой И Пониманием Этого Мира Дисгармония Лишь В Трактовках Происходит Так Как На уровень Духа Все стремится К цельности И Когда Дух Материализовался В физическом Теле Это Наше Сознание Тонкие Тела Это Наше Подсознание А сам Дух Это Сверхсознание И По сути Скорость Передачи Информации От Духа До тела До сознания То есть Падает И Вот Сознание У нас Работает На скоростях Звука Подсознание На скоростях Света А Сверхсознание Сверхскорость Где Информация В ноль То есть Нет времени И пространства И вот По сути Когда Дух Материализуется В явь Сформировав Физическое Тело Тут За дело Вступает Ум То есть Прилещается Внешним Объектом И попадает В так называемую Западню Дуальности И С этой Западней Низкой Скорости Сознания Человек С самого Первого Воплощения А это Не только Сегодняшнее Воплощение А еще До И Атлантов И Гипербореи И там Лемурии И какие еще Были Цивилизации И вот Дальше Уже Цикл идет По направлению Куда он Поведет От его Ожиданий Через Печати И вот Вся задача Это как раз Преодолеть Иллюзии Ума Я преодолев Иллюзию Ума Мы Соединяемся С Духом А на уровне Духа Уже как раз Нету Этих Разногласий А пока Мы еще Не достигли Этого Чистого Поля Сознания Тогда Это Все Интерпретации И неправильное Понимание Пути Вносит Лишь Только Ум Понимание От Ума А не От Духа На Путь Самосовершенствования Понятно И дальше Придумывать себе Логин Пароль Это делается Один раз Зарегистрированный Главное Чтобы потом Не забыть Логин Пароль И можете Общаться Задавать вопросы Ну и делать мир лучше Давайте Прервемся на музыкальную паузу И потом продолжим Разбирать Нашу сегодняшнюю тему Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио 2 марта Среда 2016 года По одному из современных календарей По одному из старинных Первый день месяца пробуждения природы Седьмиться 7524 года Тема эфира Здоровый образ жизни Самосовершенствующегося человека Главный сведущий Дмитрий Лапшинов Итак Мы первый пункт Рассмотрели Наши сегодняшние темы Что и сущность человека Если есть что-то добавить Можешь добавить А нас еще ждет второй пункт Уровня эволюции человека Эволюции высшей ступени И внутренние вибрации С чего начнем вторую часть С продолжения сущности человека Или уже перейдем к вибрациям Это как вам угодно По сути с человеком По большому счету все Ну хорошо Давай тогда про уровень эволюции человека Эволюции высшей ступени И внутренние вибрации Итак Есть Четыре основных уровня развития Сущности Которые мы подразумеваем Как человек То есть Развитие эволюции человека Первый уровень Развития Это то что Наши предки Назвали Чисто поле То есть Просветление сознания Второй уровень Это Творение То есть Уровень состояния сознания Которое называют Былинное состояние сознания Либо Быль иная Третье Это Великий переход То что называют Тело света И четвертое Созидающее Космическое озарение Вот Четыре по сути Уровня Развития сущности Под названием Человек То есть Просветление Творение Великий переход И созидающее Космическое озарение И вот Первое Мы Имеем в себе Три основных фундамента Это Тело Душа И дух И вот Есть точно так же Три Просветления Просветление Духа Просветление Души И просветление Тела И вот Первый уровень Развития Это достижение Одного из этих Просветлений Просветление Духа Это то что мы Подразумеваем Просветление Сознания Просветление Души Это то что мы Подразумеваем Как безусловная Любовь И просветление Тела Это то что мы Сегодня Подразумеваем Как энергетическое Питание Либо питание Святым Духом И вот, достигая одного из этих просветлений, человек достигает первого уровня эволюции просветления Второй уровень творения – это когда человек в чистом сознании способен еще материализовывать и творить пространство вокруг себя А не только созерцать его блаженно То есть быть, по сути, творцом своей игры, хоть и феноменов, но игры, по сути, дух здесь и, по сути, наслаждается, материализуясь и одухотворяясь Третий уровень – Великий Переход Это когда человек соединяет, достигает всех трех просветлений То есть просветление духа, просветление сознания и просветление тела И вот, соединив все эти три просветления, то есть на всех трех фундаментах, человек достигает состояние тела света И вот это вот третий уровень, колоссальный Это считается уже светоч, Великий Световид Перешедший свет, тело перестает откидывать тени Как раз про тот того ламу, которого воины императора разрубали мечом, и мечи сквозь тело проходили Тело не откидывает тени Это вот третье состояние Тело светится И четвертый уровень развития – это когда происходит вспышка, и остается одна одежда Не остается ни волос, ни зубов, ни ногтей Только одна одежда То есть полное соединение со всемирием не только на уровне духа, но на уровне души и на уровне тела Ну, по сути, четыре основных состояния Дальше уже начинается эволюция следующего царства, после человеческого Веды говорят, это называется состояние эволюция звезды Но пока миссия – это горизонт, который будет виден при достижении этого состояния Наверное, может возникнуть такой закономерный вопрос А зачем вперед торопить эволюцию? Понятно, что человек проживает, набирается какого-то опыта положительного, отрицательного Что потом можно было его применить И после этого спокойненько уходит с этого уровня И там он уже получает возможность преобразовать себя в новое тело В новую какую-то реальность Продолжать там обучение В конечном итоге достичь уровня того же самого какого-то космического тела, звезды Или, может быть, создать свою Вселенную, свою систему солнечную и так далее Ну, по сути, торопиться некуда Впереди вечность, совершенно верно И спешки никакой не должно быть Мы приобретаем опыт Но опыт приобретается на уровне либо ума, либо души На уровне духа уже абсолютно вся картина всех опытов вместе взятых уже есть И по сути, нового дух ничего не познает Дух только познает материализацию и одухотворение материи И вот именно в этой материализации и одухотворении происходит процесс наслаждения Вот по сути и все Человек должен эволюционировать Наслаждаться от своей эволюции Но в то же время желательно, чтобы ум не увел его в сторону В ложные наслаждения А ложные наслаждения – это у нас психические То есть, есть наслаждение от души А есть наслаждение от психики И вот человек сегодня подменил психические наслаждения от душевных наслаждений Ну, психические, к примеру, наслаждения – это у нас вкусовые рецепторы Либо какие-то, либо также те же самые вещества дурманящие Все это – психические наслаждения Когда, к примеру, в человеке не хватает воли Состояние души волевое Тогда душа должна быть проявляться целостно И вот она себя проявляет через вкусовой рецептор, который мы называем острая Если в нашей душе не хватает состояния любви, либо счастья Она себя выражается через вкусовой рецептор под названием сладкая И вот каждому вкусовой рецептор – это свое психическое состояние И вот цель – именно разделить, эволюционировать, наслаждаться от этого Но растворить всю психику, чтобы слышать свою душу А так, да, торопиться некуда Главное – не уйти в сторону Но так получается, те люди, которые пытаются достичь здесь, в человеческом теле, такого уровня Так или иначе, они что-то нарушают, какую-то взаимосвязь, последовательность, которая дана свыше Ведь если бы нужно было родиться звездой, то не рождался бы человеком, сразу родился звездой Если бы нужно было, например, родиться сразу параноедом, то и родился бы параноедом Но если человеку даны зубы, кишечник, там, и все Все с этим связано То в этом случае для чего-то они ему даются в этой жизни и для этой жизни Куда тогда торопиться, зачем себя изменять, находясь в человеческом теле, приспособленном для условий жизни здесь на земле Но, по сути, эти факторы физиологии, которые мы имеем сейчас, это, по сути, уже мы ушли в сторону Дух, когда материализуется в явном мире, в яве, вот так сказать, мир яви, мир нави, мир прави И вот когда дух сформировал все навные тела, то есть тонкие, он материализуется в явь И вот когда только дух материализуется в явь, он существует как одноклеточный организм Живо, живая атомарная частица И вот дальше в процессе, а живая атомарная частица, она обладает всеми функциями для своей жизнедеятельности И познания пространства вокруг себя И вот дальше она эволюционирует, соединяется с такими живыми частицами И формируется многоклеточный организм Дальше этот многоклеточный организм с целью одной из мер – это сохранение энергии И вот многоклеточный организм начинает распределять обязанности между клетками Одни за одно отвечают, другие за второе, другие за третье И так формируется многоклеточный организм И дальше этот многоклеточный организм проходит царство Сначала минеральное, растительное, животное и до человеческого царства И дальше уже в человеческом царстве та первая цивилизация, которая была Уже попала под плен дуальности ума Как я уже говорил, сознание в яве дуально Так как скорость духа сверхскорость, скорость сознания, скорость звука И мы начинаем уходить в сторону Попробовав сначала Пищу физическую Потом пищу на костре термально обработанную Потом пищу трупную С животным холестерином И так это шло не просто там за день, за месяц, за год Это шло целыми цивилизациями Формировав физиологию человека И мы сейчас имеем те тела Печати которые сохранились от последних наших предков И сейчас мы, так сказать, уворачиваемся сначала В первоначальное состояние чистоты Просведения тела, просведения души и просведения духа И только потом мы способны от человеческого царства Двинуться дальше, в следующее, в звездное царство А пока мечталок не достигает этой чистоты То дух способен материализоваться То есть только через его последнюю печать Печать сознания, печать души, печать тела Правильно я тебя понимаю, что ты придерживаешься теории Когда здесь сначала на Земле были бестелесные существа Потом они уже в телесном варианте здесь присутствовали И когда уже в телесном они появились, то они стали вкушать уже пищу физическую И у них стали появляться необходимые органы для переваривания Для усвоения И в конечном итоге стали появляться подобные нам уже люди Где у них есть зубы, есть рот, глотка, желудок и все остальное Ну по сути да, по сути да Но тогда стоит вопрос, а как же они могли первоочально, не имея вот этих всех частей своего тела, организма Вкушать физическую пищу Сначала были до физической пищи По легенде Спаса и по легенде того же Космогенезиса Первое это было пыльца цветов То есть стремление, где внимание, туда стремится энергия А куда стремится энергия, туда приливает кровь И вот сначала стремление познания запахи Сформировалось одни наши каналы наргонные Сформировав свою цепь центральной нервной системы И потом уже распределяя вкусы, запахи Уже начали только потом вкусовые свои какие-то рецепторы формировать Но сначала это все было через энергонные каналы восприятия Как именно, конечно, можно только догадываться Но это вот моя теория такова Как я это вижу Такая же легенда и в Спасе И такая же легенда есть в Космогенезисе Они немножко отличаются друг от друга Но суть одна и та же Но сейчас получается, что здесь замкнутый круг Ребенок, когда рождается, он так или иначе Вкушает физическую пищу Хоть и в жидком виде Но все-таки физическую пищу от матери И что получается? Чтобы прервать это, необходимо ребенку не давать физическую пищу Нет, нет, первое Да, мы сейчас в замкнутом круге Почему? Потому что душа и дух, они стремятся воплотиться Но они воплощаются в то тело, какое им дадут родители По принципу резонанса И наша ДНК ДНК определит Так сказать, тело это наше А наш замок И этот замок, он определен ДНК И по сути, если отец был в Сиэт Допустим, а мать вегетарианка То по общему резонансу Где-то общая картинка промежуточная Составляющая будет телу у ребенка В котором он будет жить Выживать И уже с этого фундамента будет перестраиваться А если он родился, мы ему уже не даем То это уже будет убийство, по сути, ребенка Потому что у него ДНК уже сформировано телом Которое дали ему родители И поэтому, да, здесь ДНК определяет тело Но ДНК определяется сознанием И вот здесь уже достигая чистого поля сознания Человек только может повлиять на свою ДНК И поменять свой обмен веществ А поменяется обмен веществ, поменяется тело И только тогда можно будет менять ему питание Я тебя понял Опять же, исходя из этой теории У нас возникает, должен, по идее Возникнуть один интересный парадокс Когда у двух, например, вегетарианцев Должен родиться ребенок Который не употребляет с детства Ничего вообще животного В том числе и молока Второе Что если это праноеды То должен родиться ребенок Уже которому тоже не нужна никакая пища Он должен быть праноедом Или в первом, или втором поколении Как минимум Вот что ты скажешь по этому вопросу? Просто отличный вопрос Здесь такая вещь У нас постоянно происходит замена клеток К примеру, каждый месяц у нас заменяются клетки кожи Каждые где-то полгода у нас заменяются клетки мышц Где-то каждые 10-12 месяцев у нас заменяются клетки органов И каждые 7-10 лет у нас заменяются клетки костей И вот каждые 7-10 лет Мы имеем абсолютно новое тело Выстроенное И вот теперь, что касается родителей Для того, чтобы родители дали полно Допустим, два отца Отец и мать Два вегетарианца Ну, либо пускай два праноеда Чтобы они дали тело Своему ребенку Более-менее Соответственно, праноеда Их, соответственно, опыт родителей Должен быть минимум Полгода у отца И полгода у матери Чтобы хотя бы их немышечные клетки Заменились на праноедение На сопутствующие же Такие же клетки Если же опыт отца и матери В питании праной Ну, или пускай даже там Сырый день или вегетарианство Меньше чем Полгода Тогда у них Их клетки еще Присутствует Термально обработанной, скажем, пищей И, соответственно, ребенок Если они в этот промежуток времени Зачали ребенка То ребенок получит такую же информацию То есть, еще длительность опыта Нового питания родителей Здесь тоже включается Как подстроятся клетки Заменятся На каком уровне У тебя есть знакомые Супружеские пары праноедов? Вообще Из праноедов Я знаю только Людей Которые учились По моей системе Это Шесть человек Два из них Они отшельники Остальных еще Детей нету И поэтому Здесь нет Знаю только По Так Всеми известным Праноедам Пари Это Акахи и Камила Оба праноеда У них родился Ребенок Праноед Но Лично их Я не знаю То есть, ребенок Родился Он тоже ничего не ест Кроме праны Правильно я по тебе понимаю? Как они рассказывали В своем интервью Когда у них Родился ребенок Он У матери было молоко И ребенок Еще пил молоко То есть Видимо Это было необходимо Для строения Центральной нервной системы И самого тела Ребенка Но По истечении Какого-то Маленького срока Насколько я знаю Меньше чем полгода Ребенок Отказался от молока И в этот же период У матери Оно перестало идти И он так и остался На питании праной Возможно Еще с каждым уровнем питания Разная структура Материнского молока Тут много факторов То есть Получается Материнское молоко Это не просто питание Это некий Генетический код Который Адаптирует Ребенка Для жизни Здесь на земле Его все равно В любом случае Необходимо Употреблять А потом Дальше уже Когда этот код Передался То тогда Поступление молока Передача уже Женской Вот этой вот Информации Оно уже становится Ненужным Так получается Совершенно верно Все животные В природе Употребляют молоко Как мы знаем Только до определенного Периода Своего возраста Потом от него Отказываются И человек Точно так же Ну есть конечно Там некоторые Товарищи Коты например Которые могут Всю жизнь Хлебать молоко И быть счастливы При этом Вопрос только Да Домашние Дикие естественно Там молоко Они не надуют Откуда-то им Кто-то не приносит Это молоко Поэтому Здесь сложнее А домашние С удовольствием Чавкают Таскают даже Масло И что только угодно Это домашние Теперь еще У нас есть Девять минуток До музыкальной паузы Давай наверное Коснемся Насколько Тема Насколько Питание Определяет Сущность человека И насколько Сущность человека И мировоззрение Понимание этого мира Определяет его питание То есть Человек живет 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 Потом говорит Что-то как-то Мне не хочется Зверушек убивать Другой говорит Я что-то Трупным Уже Ядом не хочу травиться Трупы уже Есть не хочу Дай-ка я покушаю Что-то другого И начинает Есть зелень Овощи Фрукты И так далее То есть Становится Как минимум Вегетарианцем Потом кто-то говорит Я вообще не хочу Ничего употребляю Что связано с животными Становится Есть такое понятие Веган Вот И так далее И тому подобное В этом случае Мы Наблюдаем ли Среди таких людей Улучшение Отношения К людям Улучшение Отношения К этому Миру Или Как например Был он Негодяем Последним Просто Перестал себя чем-то Травить С точки зрения Здоровья Чтобы улучшить Своё здоровье Таким он и остался Здесь Два момента Первое Человек может развиваться Через физику Через тело Либо через Своё тонкое Сознание Либо душу Либо через совесть То есть Через явное Либо через тонкое На всё На это Влияет питание Очень сильно Очень конкретно Мы то Что мы едим В науке Как говорят Сегодня в медицине Наша шишковидная Железа развивается Только до 12 лет А потом всё Она кристаллизуется И каменеет И становится маленькой И способности человека Ума, разума, интеллекта Такие же На самом деле Она кристаллизуется На 12 лет Лишь потому Что мы Все эти 12 лет Употребляем Здесь слезистую пищу А термальная пища Любая слезистая А если человек же Перестаёт её употреблять Она опять начинает Возрождаться И увеличиваться Развиваться Итак Если же человек Менял своего питания С точки зрения Здорового образа жизни Чтобы не закислить себя Перестать употреблять Трупный яд А это аммиак Один из самых сильных ядов Тогда его Соответственно Моральные Этические качества Могут быть Не высоки Он просто С позиции здоровья Меняет Своё питание И На уровне психики Он может остаться Таким же негодяем Но если он долго Держится на уровне питания Рано или поздно Снова очистится Его физическое тело Потом будет следующая Часть Его эфирное тело И так и дойдёт До психики До сознания И он поменяется Но на это Необходимо время Другие же Наоборот Меняют Своё питание С точки зрения То что они Взросли душевно Взросли Морально Этические И они Они уже Не употребляют Мясо Потому что Это жизнь Душа Чья-то И так далее Растут А уже тело Подстраивается Как эхо Догоняя Ихнюю психику Вот вторые Которые Меняются Морально Качествами Если они Поменялись Тогда они Уже Соответственно Людьми Будут становиться Более Душевными Положительными А первые Могут Так и остаться Сначала Психически Такими Как были Но с позиции Здоровья Повлияют Но на Продвинутых Уровнях И те И другие Оба Соединятся Как чистотой Телесной Так и чистотой Душевной Я почему Задал такой Вопрос Потому что Часто Приходится Где-то Или в интернете Или в беседах Слышать Но ведь Многие Известные Люди Которые Стояли За Организацией Бойни На земле Многих Войн На земле В общем-то Себя относили Ну как минимум К вегетарианцам И при этом Спокойно Послали на смерть Тысячи и миллионы Людей То есть Находясь В состоянии Вегетарианства Несколько десятилетий Эти Человекообразные Существа Они вот так Спокойно Направляют И миллионы Гибнут Вот как здесь Нам быть Как с этим Парадоксом Разобраться Тут главное Что толкнуло Вот как раз То что я говорил Что толкнуло Человека На то же самое Вегетарианство Или Там Сыройдение Одно Просто чисто Физическое Здоровье Либо Я знаю Мое здоровье Там поправится Так говорит Физиология Не расти душевно А душевно Не возрос Вот те Да Те так и останутся С прежним Мировосприятием А тех Кто вытянуло На новый вид питания Именно Морально-этические Качества Соответственно Они уже Другие люди Именно Что привело Человека К изменению В питании Либо Физические Проявления Какие-то Либо Умственные А либо Истинно Душевные Ты знаешь Ты знаешь У нас еще есть Три с половиной минуты До музыкальной паузы Я вот думаю Проанализировал То, что ты сказал И вот такая версия У меня в голове родилась Что все-таки Различные виды Генетические Различные виды Да Они могут Каким-то образом Изменяться Да Там могут Происходить Какие-то мутации В зависимости От условий проживания В зависимости От того Что человек Мыслит Что он хочет К чему стремиться Но вот так вот Изменить полностью Генетический вид Ну За один За два За три даже поколения Наверное Не всегда Получается И вот Когда мы Говорим Про то Что Как бы так сказать Люди Способны Например Рождаться Там Вегетарианцами Сразу Или Пранаедами То Здесь Наверное Не совсем Все так просто Я считаю Что Опять же На мой взгляд Что Генетический Вид Человека Был Таким Создан Он Предусматривал Что может Питаться И тем И другим И третьим Ему был дан Инструментарий Для выживания В любых условиях В любой ситуации Поэтому у него И Кожный покров Такого вида Поэтому у него И глаза Такие И зубы есть И Глотать он может И переваривать Практически любую пищу Да Насколько мы понимаем Другое дело Что Бывают Полезные Или Неполезные Пищи Вот Но Что есть То есть Получается Что Человек Был создан Вот таким Существом Универсальным Но В дальнейшем Он просто Может Использовать Этот инструментарий По одному назначению Или по другому назначению Совершенно верно Вы сейчас Как раз Коснулись Одной Из очень Интересных Тем Касаемо Нашим Генофоном Индивидуально Каждого Еще Который Изменялся Нашими Родами Поколениями У каждого Он разный Соответственно У каждого Свои способности Различные И к питанию В том числе Не знаю Сейчас мы до рекламы Успеем Не успеем Это обсудить Но именно сегодня Как раз И встречался С человеком Который Сегодня Стоит у истоков И директор Такой ветки Причем Российской И она является Самой лучшей В мире Это генокод Который может По гену Определить человека Там После определенного Колеса Перевоплощения Остается 20 основных Генофонов Человек Генотипов И дальше У каждого Уже способности Мы как Дальше Развиваем Еще там На 200 От этих Опирать От этих 20 И вот Да Действительно У каждого Кто-то далек От вегетарианства По своему ДНК Кто-то более ближе И то же самое К проноедению Ну Тебе В общем Давай так Сейчас до музыкальной паузы Просто подведем итог Нашей сегодняшней Этой части Нашей сегодняшней беседы Что Человек Все-таки Генетически Существуют Некие Предрасположенности Когда говоришь Одному Ближе Сразу Вегетарианство Другому Возможно Проноедение Кто-то Мясоед По жизни И так далее Но в том или ином случае Основные Генетические Особенности Человека Заключаются В том Что у него Есть возможность Питаться Тем и другим Исходя из ситуации Где он оказался А вот дальше Уже В зависимости Какой В него Входит Дух Какая Входит Душа С Какими Стремительными Направлениями Он может Для себя Выбирать Я питаюсь Вот этим Я стремлюсь Вот туда И уже Грубо говоря Вот этот инструмент Отходит в сторонку А вместо него Используется Больше другой инструмент Вот давайте Сейчас мы Прерваемся На музыкальную паузу А после нее Продолжим Разбирать Эту тему Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 2 марта 2016 года Среда По одному Из старинных Первый день Месяца Пробуждения Природы 7524 Лета Седмица Здоровый Образ Жизни Человека Самосовершенствующегося Дмитрий Лапшинов Главный Соведущий И напомню Что в предыдущей Части Была мною Выгнана Такая теория Что Внешний Вид И внутренние Необходим ему Для выживания В разных условиях Как на нашей земле Так и на других землях Где-то есть возможность Например оказаться В таком месте Где просто праны В том достаточном количестве Или в качестве Может не оказаться И тогда ему необходимо Будет питаться Физиологически Или в другом месте Наоборот Излишки будут праны И там даже вообще Не надо будет задумываться О питании Она постоянно тебя будет Подпитывать И тогда естественно Тебе не нужны будут Какие-то физиологические Дополнения Может быть даже Где-то и дышать Будет совершенно Необходимости В этом человек Не будет испытывать Но инструменты Эти присутствуют Они находятся То есть это универсальный Генотип Который пригодится И в этом И в этом И в этом случае А вот уже Как человек использует Какое предназначение Он себе выбирает Для того Чтобы здесь Ну там в смысле Выбирает Чтобы здесь это проявить Это уже другой разговор И вот как раз На этом я и прервал Музыкальные паузы Нашу беседу И теперь я предлагаю Дмитрию продолжить Пожалуйста По сути Все было Грамотно сказано Добавить тут мало Только Если подчеркнуть Именно Чередой Этих времен Тысячелетий Человек Либо Рота Жил Существовал Выживал Развивался Где-то что-то ел Где-то что-то пил И это определяло Формировало Его ДНК В процессе Его эволюции Тысячелетней То есть мы сегодня Имеем тот набор ДНК И функций Своего тела Обмена веществ Которая была Определилась Нашим вчера Под вчера Я понимаю Не только вчерашний день А и те воплощения Которые были И вот эта база Вчерашнего опыта Тысячелетнего Определяет Что мы имеем сегодня А уже сегодня Мы можем Либо Его изменить Усилить Улучшить Либо загубить Ухудшить Если деградируем Если развиваем То улучшаем И вот Сегодня каждый Опирается на свою Платформу Вчерашнего Дим Ну наверное Про тысячи лет Ты немножечко так Погорячился Потому что Виду человеческому Там несколько миллионов лет И он особо не изменялся Но суть в том Что я так думаю Что Вот полностью Изменить генотип Наверное Тут вряд ли возможно Потому что Так заложено Но Какие-то вносить Поправочки То что Эволюционно Можно вносить На каком-то уровне Жизнедеятельности человека На какой-то земле Планете Вот В каких-то обстоятельствах Это возможно То есть Например Как тот же самый Порицаемый ныне Чарльз Дарвин Провел наблюдение Что Вот на одном острове В юрке Вот такого вида На другом острове Не другого вида Хотя вид Врочем-то казалось бы Не на тот же Но они отличаются Одно там Клюв чуть потолще Другого оперения Чуть подлиннее У кого-то голос Тоньше Позвонче И так далее Но все равно Это остается в юрке То есть Рацион питания У них приблизительно Похож Они построились Скорее всего Под рацион питания Поэтому и изменились Внешне Скорее всего Они как-то там Скрещивались С соседними Какими-то юрками Но юрок от этого Не перестал быть юрком То есть он черепахой Не стал То же самое Здесь Набор генов Которые даются Нам от природы Он где-то там Очень жестко Фиксирован В наших ДНК В наших родах И поэтому Вот измениться Например Из человека Стать ангелом Или из ангела Превратиться В черепаху Наверное Будет сложновато Но то что Какие-то изменения Могут производиться Стать Например кости Чуть-чуть другого Может быть состава Более эластичные Или зубы там Помельче Потому что Они не нужны Они только Формируют Правильную речь Для того чтобы Не сопелявить У кого-то там Глаз может стать Более зорчий Но при этом Глаз не вырастет В том месте Которое мы смотрим В унитаз Вот в этом смысле Я имел ввиду Здесь скажу Да То что я говорил Тысячелетие Это я Лишь так Скромно Говорю Конечно Сущность По названиям Человек В разных цивилизациях Живет уже Миллионы лет А то и Миллионы Миллионов лет Там целые ионы А что касается Всего остального Скажу Что известно мне То что мне Передавали Через посвящение Традиции То же самое известно И в наших Спецслужбах Спецслужбах Украины К сожалению Сегодня Наши Братские отношения Политические Как-то складываются Некорректно Нехорошо Не ну давай так Про политику Моему говорить Потому что политики Пускай между собой Разбираются У меня есть Очень хорошие Знакомые В Белоруссии В Украине И в России И в других странах Поэтому у меня С ними отношения Никак не портились А политики Это дело такое Сегодня они есть Завтра их нет Сегодня он политик Завтра он бизнесмен И наоборот Поэтому Их мы Как бы Проблемы богатых Это проблемы богатых Пускай между собой Разбираются Да Я не хочу В это влазить Потому что Мои друзья И коллеги Остаемся В хороших отношениях Но тем не менее Информация Как в службах И в наших И в них Есть То что касаемо ДНК И роли сознания По сути Если человек Не меняет Свою вибрацию Свою сознание Тогда он Из-за этого воплощения Не поменяет Свою ДНК И из-за следующего Воплощения Не поменяет Свою ДНК На тот же момент Если человек Поменял свое сознание А под поменять Сознание Я имею ввиду Не ум Не логику Не набор информации В памяти В своей А именно Поднять частоту Вибрации Своего сознания Путем Определенных Глубинных Медитаций Чистого поля Либо то что называется Альвакальпасамадхи Либо нервакальпасамадхи Вот только в этом случае Человек может Поменять Свои ДНК То что говорится За одно воплощение И это далеко Не секрет То что Мне и говорили И Мои наставники В одной из традиций По сути Феномен Тела света Это одно из Таких Подтверждений По сути Мы сегодня Имеем Углеводородную Структуру тела Дальше За одно воплощение Человек может Понимая Свою вибрацию Сознания Прийти к кристаллической Сначала кремниевой Соответственно Потом к кристаллической Структуре тела И световой По сути Световая структура Это уже Порядком Измененная структура ДНК Которую человек Может добиться За одно воплощение Но только В случае Если Повышает Вибрации Сознания Но ни ума Ни логики Как многие Сегодня Подразумевают Именно Изменить сознание Значит поменять мышление Тогда Соответственно Конечно нет Тогда Из-за одного воплощения Человек на ДНК Не повлияет Хорошо Давай тогда Мы уже поговорили Здесь и про Уровни питания Человека И переходим К живой еде И осознанное голодание Вот эти два момента Которые Сейчас В связи с кризисом Наверное Многим Становятся Очень интересны И актуальны Что такое Живая еда И что такое Сознанное голодание И как через это Вообще Для начала Жить в благости Жить Чтобы ничего лишнего Не потреблять И в то же время Еще и совершенствоваться Да Очень актуально Хорошее Направление Это все Опирается на то Что Человек Сегодня живет В замкнутом круге Своего питания Практически Выживая За счет того Чтобы прокормить себя И так далее И тому подобное Здесь есть такой Один фактор Что человека питает Не то что он ест А то что он усваивает И съеденного И к примеру Один Может съесть Полкилограмма Но его Слабый обмен Веществ И кислотное тело То есть Низкий ПАЖ тело Усвоит Из этого Лишь 5% И он так и будет Есть по Полкилограмма За один Присест Другой Другой Поменяв Свой Щелочной Режим Кислотно-щелочной В более высокую Сторону Щелочности То есть Подняв ПАЖ Свой Соответственно Будет уже Его организм Усваивать Больше И он по сути Для того Чтобы наесться Точно так же Уже способен Будет употребить Уже не полкилограмма А там Грамм 120 А то и 70 То есть Чем чище Наше тело Тем Активнее Способность Высваивать Организма Продукты И тут уже Второй Момент Первый Человекопитает Не то что он ест А то что он усваивает И теперь Как на это повлиять Существует Цепь Вернее Такая Последовательная Цепь Питания Где Всеедение Стоит последним Звеном В цепи Питания А наш Кишлотно-щелочный Кислотно-щелочный Баланс Определяется Именно этим И вот Так называемое Ступенчатое питание Мы как-то в одном Из предыдущих Своих Радио Об этом Затрагивали Но если коротко Всеедение Вегетарианство Сыроедение Живое питание И потом там Чуть повыше Следующие И вот Любая термально Обработанная Пища Даже вегетарианство Это Слизистая Пища То есть Она вырабатывает Слизь После процесса Ее употребления У нас Самые ценные В продуктах Это Первое Рассильная Клетчатка Которая Гибнет При температуре 63 градуса Цельсия А практически Мы термально Обрабатываем Пищу Уже При более Высоких Температурах Соответственно В ней нет Уже Рассильной Клетчатки Даже Чай 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 Человек От которого Идет Пар Пьет Это уже Выше Скольки там Там 60 Под 100 Градусов Кипяченый Чай Насколько я знаю При нашей Высоте Относительно Море Итак Первое При 63 Градусах Цельсия Гибнет Рассильная Клетчатка Благодаря Которой Организм Распознает Что в него Попадает И что С этим Объектом Делать Но есть Еще более Ценные Элементы Которые Гибнут При температуре 43 Градуса Цельсия А это Так называемые Ферменты Одни из Самых Главных Это Энзимы Вот Если Нету Энзимов Тогда Организм Не просто Активно Усваивает А Первое И не Активно Усваивает И еще На процесс Переваривания И усвоения Затрачивает Колоссальное Количество Энергии И вот Любая Пища Термально Обработанная Не содержит Ни энзимов Ни растительной Клетчатки А по сути Если она не содержит Ни того Ни другого Значит она Чужеродный Объект В нашем Организме Организм Ее не Распознает Причем Она Уже идет Процесс Не усвоения Питания А процесс Вывода Мертвого Неопознанного Объекта Из себя И через Процесс Пищеварения У нас Три процесса Если пищеварение Разделить на Три уровня На три стадии Если Говорить Точнее Первый Процесс Происходит В полосе Рта Мы Обогащаем Пищу Своими Слюными Ферментами Второй Процесс Пищеварения Происходит В нашем Желудке Это то Что Называют Сегодня Аутолиз Саморастворение Пищи Но если Она термально Обработанная То никакого Саморастворения Нету А есть То Что Я только Что Назвал Как Невывод Непонятного Чужеродного Объекта И Третий Процесс Пищеварения Происходит В нашем Кишечнике То что Сегодня Медицине Называют Как Симбиотный Процесс Пищеварения А слово Симбиоз Наша Микрофлора Кишечника И так Вот Если в нем Нету Веросильной Клетчатки Которая Гибнет При температуре 63 градуса Цельсия То микрофлора Кишечника Благостно Гибнет Подавляется Противоположной Микрофлорой Кишечника Я боюсь Медицинским Термином То это Благостные Бактерии Живые Которые Питаются Рассивной Клетчатки Потом Бактерии Падальщики Бактерии Могильщики И вот Человек Термально Обработанной Пищей Развивает Бактерии Отрицательные Слезе Образующие И губит Себя Губит Своё Тело И Из своего Природного Потенциала Здорового Тела Безболезни Высокой Продолжительной Жизни Мы уже Пришли к Такому Что Норма Жизни Человека 60-70 Лет А это Никуда Не годится И вот Что такое Живое Питание Это Питание Которое Содержит И Клетчатку Растительную И Амины Так Затем Энзимы По сути Отсюду Воевы Вот Это Термально Необработанная Пища Фрукты Овощи Свежевыжатые Зелень Орехи Семечки Сыры Допустим Пароочные Это Уже Искусство Сыроедение Определенное И Вот В принципе Живое Питание Здоровое Питание Оно Из-за Того Что Мы Сегодня Живем В Эпоху Неидеального Экологии И Продуктов То Сегодня Химии Бадов Очень Много И Вот Для Того Чтобы На Нас Даже Химия И Бады Не Влияли На Сыроедение Человек Должен Знать Правила Питания И Заниматься Дыхательными Практиками То есть Поддерживать Свой ПАЖ В щелочной Среде И Вот По сути Целостное Активное Самосовершенствование Хотя бы На минимум На уровне Здоровья И питания Это Иметь Хороший ПАЖ Прямиком И быстро Он поднимается С задержками Дыхания Либо Дыхательными Практиками Еще Лучше Если Кто-то Знает Про Наямы Второе Следующее По главности Это Правила Питания И Уже Только Потом Следующее По Важности Это Уровни Питания В данном Случае Сыроедение Вот В принципе Такой Алгоритм Здорового Образа Жизни Через Питание Дыхание Правила Питания И Сыроедение Если Только Сыроедить Человек Мы Столкнемся С Химией Бадами Так Назваем Даже Если Для Примера Взять Обычные Бананы Которые Хранят В газовых Камерах Которые По сути Не Содержат Ни Клетчатки Как Таковой Ни Энзимов Там Жизнь Еще Присутствует Какая Но Тем Не Менее Это Уже Пустой Продукт Еще И Содержат Какие Вредоносные Химические Элементы Вот Если Человек Не Занимается Дыханием Тогда Эти Вредоносные Программы Элементы На него Влияют И Вот Себя Мы Можем Сегодня Обезопасить При Нынешних Условиях Только Поддерживать Своё Дыхание От Сыроедения Многие Сыроеды К сожалению Этим Пренебрегают Отсюда И Прошу Прощения Но Всем Известный Изюм Сыроед Я его уважаю Мне Очень Нравились Его Книги По Сыроедению И Нравятся Ну Именно Спад Известных Сыроедов Причём Профессоров И Медиков Не Помню Огонян Не Огонян Но Боюсь Тоже Ошибиться Фамилия Которая Сорвалась Через Семь Лет Вот Как раз Проблема Сыроедов Сыроедят Но Не Занимаются Дыханием И Мало Учитывают Правила Питания Хотя бы Базовых Часто Возникает Вопрос У тех Кто Слушает Разглагольствование Про Вегетарианство И Сыроедение О том Что В наших Условиях Жизни Прокормить Себя Вегетарианством А тем более Сыроедением Это вообще Утопия Как мы Сегодня Живя в городах Можем Себя Кормить Нормальной Пищей На это же Не хватит Ни времени Ни денег Да Человек В кислотной Среде С низким ПАЖ Себя Не прокормит Совершенно верно Потому что Как я уже говорил Человек Питает Не то Что он ест А то Что он усваивает Здравомыслящий Человек Сначала Поднимает ПАЖ У него Включается Активный Процесс Насыщения И он Уже Наедается Меньшими Продуктами Бывают Такие Состояния Когда человек Одно Яблоко В день Съедает И наедается А либо Даже на Вегетарианстве Но там Ему Больше Дыханием Надо Заниматься Так как Все-таки Это Слизистая Пища И вот Только Если Человек Занимается Дыханием Поднимается ПАЖ Чем выше ПАЖ Чем быстрее Активнее Вернее Усвоение Организма Пищей И вот На этом Малоедении Человек Может Существовать На сыроедении В кислотной Среде Конечно Себе Не прокормит Тогда Когда Кислотное Тело И требует Кислотной Пищей И он И будет Голодать Да Я тебя понял Тогда Получается Здесь Наоборот У нас Такой Замкнутый Процесс Пища Которую Ребенку Начинают С детства После молока Может Даже Во время Молока Уже Вкладывать В эту Животную Она Настраивает Организм На выработку Большого Количества Кислоты Плюс Ко всему Это Переваренная Или может Не до конца Переваренная Пища Продолжает Уже Закислять Организм После того Как Ее Остатки Распада Этой пищи Остаются В организме И когда Еще ребенок Маленький И быстро Активно Передвигается Очень активный То в этом случае Эти Негативные Явления Не так Заметны А вот Когда человек Переходит Уже На работу Современная Работа Во многом Она сидячая Малоподвижная Вот тогда Уже И начинает Проявляться Вот эти Все негативные Заложенные Так сказать Бомбочки Когда Начинает Болеть Здесь Начинает Болеть Тут За таблетками Полезли И так далее То есть К чему Это веду Вот если бы Ребеночек Например С детства Попитался Молоком Получил От мамы Необходимую Жизненную Энергию Информацию Для того Чтобы Чтобы Существовать Потом Начинал Бо Питаться Растительной Пищей Без Серьезной Термообработки Или вообще Без термообработки По возможности То в этом случае У него бы Организм Не закислялся Поскольку Не вырабатывалось Бо Много Кислоты И Не было бы Тех Ну Того Что остается После мяса Непереработанного То есть Не было бы Закисления Получается Так А если С малолетства Ему При корму Начинают Там Пюре Мясное С ягненком Пюре Мясное С уткой Пюре Мясное С тем То в этом случае Начинается Его уже Перестраивание На употребление Мяса То есть Включается Тот самый Универсальный Формат О котором я говорил Что человек Может питаться Всем чем угодно Вопрос только Нужно ли ему Этим Или нет Но Предрасположенность Инструментарий У него есть Пожалуйста В твоем организме Есть желудок Где кислота И есть остальной Кишечник Где кислоты Не присутствует Совершенно верно Очень здорово Подчеркнули Бывают даже Такие моменты У каждого ребенка Когда рождается Они У них очень Вообще Ребенок Живет В утробе матери В условиях Гипоксии То есть Отсутствие кислорода Там высокая щелочность Дальше Рождается Он уже Включается В кислородное Существование У него ПАЖ падает Пополам До 6,5% И вот Но у него Еще сохраняется Процесс Активного Насыщения Тела И вот Дети На этом уровне Могут Бегают Все время Прыгают Активно Энергетически Утром Поели Потом Весь день Бегают Но родители Переживают И начинают Кормить Приешь Там за папу За мама Ложечку И тем самым А ребенок Не хочет Не-не Ну надо И вот Да Родители К сожалению Сегодня Приучают Перекармливают Это Не проблема Родителей Они тоже С точки зрения Своей убежденности Хотят Ребенку Сделать Лучше Здесь Включается Второй Фактор Глубина Осведомленности Которая Мы пришли И понимание Всех Этих Процессов А так Да Именно так И происходит То есть Получается Желая Доброго Люди По невежеству Начинают Гробить Здоровье Своих Детей И Своих Внуков Естественно Свои рода Да Да А своего Мировосприятия Хорошо Давай Теперь Мы коснемся Вопросов Следующих Вот Я думаю Что Дыхание Надо еще разобраться Что такое дыхание И перейти Наверное К праноедению Потому что Насколько я понимаю У тебя Представление О том Что Является человек Здравомыслящим Развитым Духовно развитым Это как раз Один из показателей Достиг он уровня Праноедения Или не достиг Все-таки так Да Вот давай теперь Будем касаться Что же такое Осознанное голодание Что такое питание праной И вот о том Чем ты говорил Правильное дыхание Так Первое Правильное дыхание Залог По сути всего От того Как мы дышим Зависит Насколько мы здоровы И Вообще Самосовершенные Совершенные Итак Дыхание Это тот ключик Который дан нам От природы Активно Самосовершенствоваться Не опираясь Вообще Ни на какие Медикаменты И Можно вообще Про медицину Забыть Если человек Занимается Дыханием Это то Что у нас От природы И вот Есть определенный Показатель СО2 В нашем Организме И вот Стандартно СО2 В нашем Организме Допустим Есть такая Линейка 6,5% Ниже 3,5% А выше 7,5% И вот Если СО2 Человека Падает Ниже 3,5% Наступает Смерть Физического Тела Диапазон Между Этими 3,5% И серединой 6,5% Это Кислотная Структура Тела В этом Диапазоне Существуют Вирусы Бактерии Паразиты Человек Может Заболеть И чем Ниже Его Вот Эта Планка Тем Более Опасным Вирусом Бактериям Паразитом Он Подвержен Тем Больше В нем Слабости Больше В нем Старости А выше Следующая Планка 6,5% До 7,5% Уже Норма Здорового Человека И чем Выше Тем Он Здоровее Выносливее Ну и есть Уровни Где Растет Сила И Энергетика Человека Итак На Эту Планку Жизни Планка СО2 Так называемого Тела Можно Повлиять Извне Всевозможными Препаратами Но не высоко И недолго К примеру Сода Практически Щелочь Либо То что Очень Наши предки Допустим Зола Мыли посуду Золой Мыли волосы Мыли тело Золой В предках Обладает Самым высоким Показателем СО2 Вплоть Вплоть До того Что Мыло Даже Сегодня Делают Там Какое-то Процентное Соотношение Это Очень Мыльные Определенные Элементы Вплоть До того Что Очень Несколько Грамм Разводили На стакан Воды Выпивали Высокий Показатель СО2 Очищал Тело И Помогал Нам Внутренне Поднимать Свой ПАЖ В линейке СО2 Но Это Внешние Элементы И Вот Самый Прямой Это Дыхание Именно Занимаясь Дыхательными Практиками Мы Начинаем Поднимать Свою ПАЖ Соответственно Увеличивать Себя Жизни И Дальше Как раз Растет Усвоение Организма Через Питание Человек Питает Не то Что Есть А то Что Усваивает И Вот Дыхание Если Взять Для сравнения К примеру Собака Занимаясь С дыханием Будет понижаться Замедляться Наши ритм Дыхания И ритм Сердцебиения И вот Обычный Человек И Собака Если Усравнивать Собака В среднем В минуту Делает Около Сорока Дыхательных Ритмов В минуту Вдох Выдох Это один Ритм И так В течение Минуты Около Сорока Человек Среднестатистически Делает Около Шестнадцати Семнадцати Если Ничем Не занимается Ни спорт Ни дыхательные Практики Ну и еще Для примера Тогда давайте Возьмем еще Черепаху Черепаха В среднем Дышит Один Три Дыхательных Ритмов В минуту И то есть Еще медленней Собака Около Сорока Человек Шестнадцать Черепаха Один Три Если взять По продолжительности Жизни Собака По человеческим Меркам Живет Двадцать Лет Чаще Всех Дышит Человек Около Шестидесяти Лет При таком Дыхании А черепаха Около Пятьсот Лет При таком Дыхании И вот Чем Ниже Наше Дыхание Медленнее Вернее Наше Дыхание Тем больше У нас силы Жизни И высокий ПОЖ Высокий СО2 И вот Дыхание Самый быстрый Самый прямой Метод Себя Оздоровить Существует Очень много Разных Дыхательных Практиках Вплоть до От Простых Задержек Дыхания Один Коротенький Пример Если ты не против Давай мы как раз К примеру Перейдем После музыкальной Паузы Как раз Запомним Мы говорим Про практики Дыхательные И сразу С примера Начнем А потом уже Перейдем К голоданию И к Проноедению Мы сегодня Слушали много Весенних Песен Где упоминалось Слово Весна Если вы конечно Заметили Это А сейчас Я хочу Поставить Песню Где Рассказывается О метеле Песенка Довольно Занятная Не буду Ничего больше Говорить Просто послушайте Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем разговор Четвертого Лета Здоровый Образ Жизни Самосовершенствующего Человека Дмитрий Лапшинов Главный Соведущий И В предыдущей Нашей В нашем Получасти Мы затронули Раны И все Именно Как раз Выезжает Из Дыхания Это Стоит Во всем Этом В углу В главном Итак Касаемо Дыхания Определенный Практический Момент И Практический Пример Несколько Лет Назад Судьба Свела Меня С одним Человеком Который Был Одним Из Инженеров На Чернобыле И Он Выжил Он Здоровый Радиация На него Не Повлияла Как Спросил Я Чем Занимались Делились Опытом Делились Практиками Его Моими Он Рассказал Одну Очень Интересную Историю Примерно За год До Катастрофы Уже Были Предпосылы Что Что Произойдет И Были То есть Всплески Радиации Сначала Незначительные По Несколько Секунд И Он Интуитивно Думал А дай-ка Я в момент Выброса Радиации Буду Делать Задержки Дыхания Вдруг Это Как-то Мне Будет Помогать Ну Так Вот Он Интуитивно Решил И Вот В течение Полугода Учащались Выбросы Радиации Соответственно Учащались Глубина И Длительность Его Задержек Дыхания И Вот Через Полгода Его Задержка Составляла Около Пяти Минут Как Он Рассказывает С Способностью Задержать Дыхание На пять Минут Он Начал Чувствовать Плотность Вокруг Себя То Что Мы Сегодня Называем Видогон То Есть Поле Энергетическое Он Этим Заинтересовался И Вместе С этим У него Появились Способности Оздоравливать И Целить Людей Он Этим Заинтересовался Вышел На Бутейко У нас В Новосибирске Академгород Бутейко Да Если Я не Ошибаюсь Дыханием Занимался Бутейко Точно Занимался А вот Где точно Я тебе Не скажу Да Это был Новосибирск И вот Этот Человек Инженер Когда Его задержка Дыхания Дошла До 5 Минут Начал Чувствовать Плотность И поле Вокруг Себя И появились Способности Целить Он Начал Искать Что же Такое Дыхание Как влияет На человека И вот Вышел На Бутейко В Новосибирске Приехав К нему Он Узнал Его методику Развитие через дыхание Через задержки дыхания И вот Уже Дальше Осознанно Начал Практиковать Задержки дыхания И уже Когда была Катастрофа На Чернобыле Его задержка Дыхания Составляла 6 минут То есть По сути Радиация Это Энергия Очень высоких Частот Вибраций А именно Вибрации Духа И если Тело Слабое Как Хрустальная Ваза Я обычно Привожу Такой пример То это Равно Сильно Тому Что Лампочка 3 вольта Через Которую Пропускают 1000 вольт Лампочка Не выдержит И лопается Но если Наше тело Чистое Сильное Высокий PH То Высокие Вибрации То есть Радиация Оказывает Сопротивление Отсюда Тот Такой же Пример Когда У разных Экстрасенсов И медиумов Болеют Раковыми Заболеваниями То есть Сознание Прокачали А тело Осталось Кислотное Грязное И вот Методика Просто Слушайте Еще один Практический Опыт Хотя бы Как минимум Быстро Подтянуть Здоровье Это Обычные Задержки Дыхания Но На Выдохе Если Вы придете К задержкам Дыхания Комфортным На выдохе До Минуты 60 секунд Комфортный Неволевой То есть Вдох После задержки Вы не должны Слышать То есть Не резкое Хапание Отдышались А вот Именно Сделали Задержку Дыхания Потом Вдох После задержки Плавный Вы не слышите Своего вдоха Это значит Комфортный И правильный Правильная Была задержка Дыхания И если Вы дотянули Да С практикой Там Не сразу Соответственно Там Неделя Две У кого-то Месяц Уйдет До 60 секунд Это Уровень Как раз Того Плаж Где я Говорил 6,5% То есть Зона Начала Тела Безболезни Когда Организм Перестает Болеть А дальше Начинает Замедляться Процесс Старения Увеличивается Продолжительная Жизнь Практический Союз в том Что должно Быть Минимум 10 подходов В этих Задержках Дыхания И между Подходами Пауза Отдыха Не должна Превышать Минуты И вот Пожалуйста Применяйте И очень быстро Выздоравливайте Оздоравливайтесь И достигайте Определенных Вещей И состояния Способностей И вот дальше Если переходить Плавно К тематике Голодания И пронойдения Вам эта Практика Дыхания Очень сильно Поможет И вот Если нет Вопросов По Дыханию Я тогда Перейду К голоданию И так далее Да Давай Перейдем Мы просто Тему пройдем А дальше Уже Будем Вопросы Зачитывать И может быть Какие-то Уточнения У нас Появятся Так Мне кажется Более правильно Будет Да Замечательно Итак Голодание Как Писал Писал Пищевар Ни одно Ни одно Ни одно Животное В природе Как мы знаем Не употребляет Пищу Когда болеет Плутарх Говорил слова Что Лучшее Что мы можем Сделать Для больного Это Отобрать У него Еду Кормление Больного Подкармливания Болезни И Гиппократ Еще говорил Что Тоже Не были Хорошие Слова Что-то Подобное Тому Что Лучше Лечиться Голоданием Чем Современными Медикаментами И вот Шумахер Мне как-то Тоже Понравились Слова Шумахера У него Спросили Что Вам Помогает Выигрывать На что Он ответил Я никогда Не сажусь Сытым За руль Я сажусь За руль Голубным То есть Активней Работает Центральная Нервная Система Координация Сознание Более Чуть Чуть Тоньше Любой Практик Любой Системы Будто Йога Будто Славянский Спас Традиции Казаков Характерников Может Заметить Любые Энергетические Практики Либо Медитативные Натощак Идут гораздо Активнее Чем Если Поели Особенно Дыхательные Практики Но об этом Дуной Знает Каждый Кто Занимался Ими Итак Голодание Самый Одних Голодание Может Убить А других Дать Здоровье Но Однодневное Короткое Голодание Дает Положительные Качества Всем И вот Здесь Как раз Мы приходим К нашему ПОАЖ Тело То есть Кислотно-щелочный Баланс Если же Человек Находится В кислотной Среде То Голодание Через день Через два Начнет Его негативно На него Влиять Отсюда Допустим И анорексия Когда человек После голодания Возвращается К питанию А тело Продолжает Худеть Худеть Как и до этого И вот Что здесь Происходит Когда человек Отказывается От питания А физическому Телу Нужно Питание Оно Начинает Искать Альтернативу Питания Питание Не попадает Оно Ищет Альтернативу И сначала Все Резервы Свои Употребляет Поедает И вот Если тело Было В кислотной Среде Она Наедать После этого Начнет Поедать Само себя Но если Тело Было В щелочной Среде В чистой То Включается Эндогенное Питание И вот Здесь Как раз Для того Чтобы Быть В щелочной Среде Предыдущая Тема Это Дыхание Соответственно Минимум 60 секунд Минута На выдохе Но не на вдохе На вдохе Это 3 минуты И вот Весь секрет Активного Очищения Через голодание Это Мы должны Быть В чистой Щелочной Среде Если Мы же В кислотной Среде То Длительное Голодание Начнет Нас убивать И разрушать В кислотной Среде Человек В комфорте Может Голодать Только Коротковременное Голодание Вот В принципе Основная Теоретическая Часть Если будут Вопросы Эту Более Подробно Тематику Расскажу Потому Что Это Очень Большая Тема И Одна Из Очень Главных И Только Несколько Часов Я думаю Это может Уйти На Все Это Теоретическое Разглагольствование Итак Отсюда Как раз Мы можем И Выйти На Состояние Питания Праной То есть Первое Дыхание Фундамент Перевелись На Высокий ПО Частоты СО2 Мы можем Полноценно И Здраво Голодать Нет Нет В кислотной Среде Значит Кратковременное Это Тоже Способствует Поднятию ПАЖ Несколько Коротковременных Способствует Поднятию ПАЖ А там И Дыхательные Практики Пойдут Поднялись Дыхательные Практики Позволяем В Дыхательных Практиках Находиться К примеру Если Взяли Инструмент Задержки Дыхания Доводим Полторы Минуты Две Минуты Там У нас Очень Высокий ПАЖ Эндогенное Питание Когда Организм Мы отказались От питания Он ищет Альтернативу Питания Как уже Говорил В кислотной Среде Никакой Альтернативы Питания Он не найдет И он начнет Поедать Сам себя В щелочной Среде Организм Находит Эту альтернативу В СО2 В углекислоте То что Наши Раньше Предки Называли И современная Кстати Медицина Углекислота Это элемент Бессмертия Который Не дает Клеткам И окисляться И разрушаться Кислород По сути Он как Двуликий Янус То что Называют Он с одной Стороны Дает И жизнь А с другой Стороны Себя Еще и Окисляет Вот если Тело В щелочной Среде Оно Дает Жизнь Если Наше Тело В кислотной Среде То кислород Начинает Активнее Окислять И разрушать Соответственно Тело И вот Подняв Своё СО2 Отказавшись От питания Занимаясь Определёнными Практиками Наш организм Первое Находит Альтернативу Питания В этой Как раз СО2 Углекислоте Переходя На эндогенное Питание Где человек Уже Полноценно Способен Когда тело Проголодалось А сигнал Голода У нас есть Три Два ложных А один Истинный Первый ложный Это Синдром Незаполненного Желудка Второй ложный Это Вкусовые Рецепторы И психика И третий Истинный Это Слабость В физическом Теле Это единственный Рецептор Который Стимулирует Тело Что оно Проголодалось И вот Когда этот Стимулирующий Рецептор В виде Слабости Тела На эндогенном Питании Подаётся Мы понимаем Что мы Проголодались Человек может Полноценно Выполнить Дыхательные Практики Организм Накопит Себе Наполнится СО2 Организм СО2 Начнёт Синтезировать Всю таблицу Менделеева То есть До этого На физическом Питании Организм Способен Синтезировать Всё из Растительной Клетчатки А если Вернуться К тему Сыроедения Растительной Клетчатки Гибнет При температуре 63 градуса Цельсия Но тем не менее То здесь На эндогенном Питании Организм Всё синтезирует Не из Растительной Клетчатки А из СО2 Дальше Занимаясь Определёнными Медитативными Упражнениями И энергетическими Пройдя Череду Чистки Психической Потом Ментальной Будут подниматься Мысли Определённые Человек Уже потом Раскрыв Свои Котлы Силы Царства Энергетические Способен Перейти Полноценно На энергетическое Питание Вот в принципе Вкратце Путь Определённого Энергетического Питания По сути Это полноценное Питание Есть физическое Питание Когда человек Не способен Сам всё синтезировать И он вынужден Извне Себя Поддерживать Всю таблицу Менделеева На сыроедении Человек может Синтезировать Всю из Растительной Клетчатки Так как она Не погибла При температуре 63 градуса Цельсия На эндогенном Питании Он это же самое Всю таблицу Менделеева Синтезирует Из СО2 А на энергетическом Уровне Всё из Более тонкого Кирпичика То что в Квантовой физике Как частицы Фотона Света Может всё Кванты Пронизывающие Всё Всё Всемирие Вот он На уровне Энергетическое Питание Способен Брать энергию Напрямую То есть От источника И вот Несколько уровней По сути Мы и пробежались Питание Праны Полноценное питание Если мы Открылись ему На уровне Чистоты тела Чистоты психики Сознания И силы Энергетической Структуры И вот Многие Стараются Перейти на Энергетическое Питание Отказавшись От физической Пищи И попадая Только в Голодание Прана Должна вытеснить Пищу Полноценно И вот Я вот Рассказал путь Через дыхание Человек Поднимает ПАЖ Потом Отказался От питания У него СО2 Включилось Эндогенное питание Параллельно Для того Чтобы Прана Вытеснила Пищу Он должен И развить Прану Развить Свой энергетический Потенциал Если нет Его энергетического Потенциала То и нечем Будет ему Питать тело И вот Тут существует Ряд Определенных Энергетических Практик Либо Само дыхание Перевести В пранаяму Кто не знает Дыхательные практики И пранаямы Это разные вещи Многие Йоги Занимаются Пранаямой Вернее Занимаются Дыхательными Практиками И говорят Вот я там Пранаямами Занимаюсь Хотя так и Остается Наверное Дыхательных Практик Либо Перевести Дыхание В пранаяму Это будет Давать Энергию Либо Занимаясь Стойками Рун То что Называют Космические Стойки Предки В жередческом Своде Называли Положение Рун Это тоже Дает Энергетическое Насыщение И наполнение И вот Все вместе Дыхание Либо Пранаяма И положение Рун Дает Полноценный Переход На энергетическое Питание Вот в принципе Я кратко И быстро Постарался Как смог Пробежаться Тематиком Дыхание Голодание Питание Праной Теперь Любые вопросы Готов ответить Если есть Пожалуйста Вопросов Не то что есть Их много есть Они не могут Не есть Скажи пожалуйста Давай наверное Прежде чем Начну Зачитать вопросы Коснемся Вот этого Ведь многие Современные люди Они Стараются Мир понимать С точки зрения Выгоды Материальной Когда мы Говорим О чем-то Духовном Говорят Ну да Да Все замечательно Все здорово Я все понимаю Скажи А какая Материальная Выгода Здесь есть Вот давай Наверное Посмотрим Когда человек Начинает Правильно Питаться Меньше Употребляет Разлагающего Его Мясного Питания То есть Правильно Назвать Трупятины В этом случае Какая-то Физиологическая И Денежная Может быть Выгода Присутствует Это первый вопрос Дальше Когда он уже Начинает питаться На сыроедении Здесь Улучшаются Какие-то Показатели Выгоды И в конечном итоге Когда переходит Уже на праноедение Я почему за этот вопрос Потому что Иногда Проще Человека Живущего В современном мире Сподвигнуть Сподвигнуть На изменения Именно С физиологией И с вопросов Такого плана Нежели Чем С высокого Уровня Да Согласен И это Очень правильно И Ответ Тоже Будет И это Элементарно И здорово Так сказать Как Дух Влияет На тело Так и Тело Влияет На дух То есть Больное Тело Будет Себя Отнимать На себя Энергию И в здоровом теле Соответственно Будут Происходить Активные Процессы Развития В данном Случае Первое Материальное Чистое Тело Это Более Крепкая Центральная Нервная Система Более Крепкая Центральная Нервная Система Это Абсолютный Баланс Полушария Мозга Абсолютный Баланс Полушария Мозга Это Высокие Качества Ума Разума И Интеллекта Ум Получает Информацию Разум Анализирует Делает Выводы И Складывает Это В багажник В интеллект Но это Я Своя Терминология Соответственно Чем Чище Тело Тем У человека Более Чуть Че Сознание Больше Памяти И Более Развитый Интеллект И Вот Он Дальше Уже Может Преломлять Либо В свой Бизнес Либо В свое Направление Семьи Дети Сейчас Здравомысли Там Как Сформировать Определенные Условия Либо Еще В какие Либо Цели И Соответственно Интеллект Опирается На Чистоту Центральной Нервной Системы Центральная Нервная Система Опирается На Тело А Тело Опирается На Питание Которое Мы Употребляем Соответственно Чем Кислотнее Тело Чем Кислотнее Питание Тем Кислотнее Тело Чем Чище Питание Выше Тем Соответственно легче раскачать свой мозг, это первое, второе, точно так же, чем чище питание, тем у него более активнее насыщение, насыщение тела, отсюда уже более независимая свобода в социуме от питания, так как весь социум замкнут на цепи питания, мы вращаем этот механизм, эту систему, утром идем на работу, зарабатываем финансы, чтобы себя прокормить, свою семью, потом опять спим, и в процессе у нас весь социум – это одна треть суток, это работа, одна треть суток – это, так сказать, доехать на работу, доехать обратно и попитаться, и третья треть – это сон, и так социум человека вращается, мы живем вокруг замкнутого цепи процесса пищеварения. В этом же случае чистота питания увеличивает насыщение, нам уже высвобождаемся, нас уже и меньше затрат для того, чтобы прокормить, так как активнее усваиваются продукты. Первое. А на высоком уровне полная свобода от этой цепи питания, то есть человек уже распределяет свои заработанные ресурсы не для того, чтобы прокормить, это практически у некоторых и вся зарплата уходит, а уже какие-то душевные направления, отдохнуть с семьей, что-то, сюрпризы кому-то сделать близким, приятности, что-то построить с целью облагоустройства своего рода, либо своего народа. Тут масса выгод можно найти в правильном и здоровом питании. Ты привел такой пример, мне вспоминается еще из Советского Союза, выступление одного сатирика из Одессы очень известного, что у современных людей вся зарплата в конечном итоге уходит в унитаз. Да, 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 совершенно верно. Так что первая выгода такая, что вы не тратите время на поиски пищи, не тратите время на то, чтобы заработать на эту пищу, не тратите время на то, чтобы потом побегать по врачам и спросить, доктор, а у меня что-то такое тут выскочило, а что это у меня такое? И потом, естественно, тратите время на поход в аптеки и деньги на покупку лекарств, чтобы вылечить те проблемы, которые вы получили от своей неправильной пищи. Конечно, конечно. Тут получается такая схема, что человек, собирая деньги, как же там у нас говорилось, тратит усилия заработать деньги, а потом тратить деньги и вернуть себе здоровье. Если полноценно, и изначально можно поддерживать здоровье, распределяя свои ресурсы более грамотно. Полжизни он работает, полжизни работает на то, чтобы заработать деньги на еду, а потом полжизни работает, чтобы вылечиться от тех болезней, которые из этой еды у него получились. Да, 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 да. И еще один такой момент – это в случае каких-то там катаклизм, каких-то там катастроф или просто-напросто каких-то там чрезвычайных ситуаций. Человек уже автономен от своего, допустим, питания. Он более свободен. Вот как есть одна традиция, но они себя называют традиционщики, не старые веры, не тем более инглиисты. Несколько людей еще со временной СССР ушли в медитацию, в прошлом году вышли из медитации. У них такое поверье, что раньше волхвов старцев, вернее старцев, называли тех, кто достигал автономного существования, то есть в питании и в сознании. То есть чистое сознание, чистое тело достигает абсолютную автономность. И вот когда было гонение на монахов, так называемый темный плен, то ли что такое зашифрованное, когда старцев уводили от солнца, закрывали в темницу, и не было доступа к солнцу, и подсолили им, допустим, хлеб, и переводили обратно от автономного питания на сыроедение. И то, соответственно, обратно. Это дает точно так же автономность. Хорошо, то есть с этим разобрались. Выгоды одни, минусов не видно. Ладно, теперь давай переходим уже к вопросам от наших радиослушателей, коих накопилось много. Или давай вот что сделаем. Сейчас я поставлю музыкальную паузу, и потом целый час. Перед музыкальной паузой я тут сделаю поправочку, потому что есть, вот мы сейчас обозначили плюсы, минусы, минусы, что хотелось бы о них сказать, минусы всегда неосознанный человек может найти. То есть везде должна быть мера. Как яд в малых дозах становится лекарством, а лекарство в больших язвах становится ядом. И вот минусов не будет, если человек живет в меру и в ладу со своими знаниями. Если человек же не сграмотный, нецелостно, допустим, меняет свое питание, вот тогда он перегибает палку и может даже полноценно на старый день себя навредить. Вот для того, чтобы этого не произошло, просто повторюсь, подчеркну, как тема эта очень важная, уровни питания должно быть, правила питания и дыхания. Вот только в этом случае человек себе найдет только плюсы. Хорошо. Ну что ж, ставлю тогда музыкальную паузу, и после нее мы сразу переходим к вопросам и ответам на вопросы, которые поступили, напомню, в чате сайта Народное Славянское радио от наших радиослушателей. В эфире Народное Славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напомню, что сегодня 2 марта 2016 года. Среда по одному из современных календарей, по одному из старинных первый день месяц пробуждения природы, 7524 лет, и седьмится. Здоровый образ жизни самосовершенствующегося человека. Дмитрий Лапшин, главный соведущий. И мы переходим к рубрике «Ответы на вопросы». А вопросы мы берем из чата Народного Славянского радио. Если вы еще не зарегистрированы, естественно, вы вопросы задавать не будете. И это нас сильно огорчит. А для того, чтобы вы нас порадовали, надо вам войти на сайт Народного Славянского радио, славомир.орг, найти там скромное слово «чат», нажать на него, придумать себе логин и пароль раз на всю жизнь. Не забывать его. И после этого вы можете общаться с друзьями, можете задавать вопросы, и мы на них будем совместно отвечать. То есть будем делать мир лучше. Итак, вопрос в эфир от Вероники. Дмитрий, привет! Твою книгу прочитала на одном дыхании. Планируешь ли ты приехать с семинарами или практиками в Швейцарию? Благодарю от всей души за твои знания. Напомню, что книгу мы разбираем «Звук безмолвия». Привет! Да, в Швейцарию я как раз буду в этом году. После лета точные даты пока мы не знаем, только составляем график. Но уже в этом году буду. Что касается книг, благодарю. Сейчас распространение книги я немножко приостановил, так как сейчас я ее редактирую и немножко видоизменяю. Я ее хочу более развернуть в более тех красках, которые я вижу. То, по сути, была немножко сокращенная версия. И уже буквально в ближайшее время, через, думаю, полтора-два месяца, она уже выйдет как на сайте у меня, так и в печатном варианте. Следующий вопрос. Лето Елена, всем доброго здравия. Вопросы к гостю можно. Известно ли вам что-то о диктовках Л.И. Маслова или Т. Макушиной? Как вы относитесь к этим людям? Они ведь тоже своего рода духовные учителя. Идея богоизбранности России, явно звучащая в их посланиях, случайна ли? Да, обоих я знаю, так сказать, отношусь к ними нормально. Но если говорить прямо, не знаю, как будет мне понятно, непонятно, есть три уровня способностей человека. Обычно их делят так. Высшие, низшие и средние. Высшие – это те, кто получает знания моментально, у них появился логический вектор, они задумывались либо погрузились и тут же достигли результата либо просветления сознания. Средние – это те, которые еще занимаются практиками какими-то, чтобы достигнуть результата. И низшие – говорю не от себя, это как в традициях обычно называют. И низшие – это те, которые даже по камесь и о здоровом образе жизни слышать не хотят. Вот три основных способностей человека. И для каждого из них есть три пути. Путь троичности, путь семеричности и путь трансцендентности. То есть тройка, семерка, туз. Путь троичности – это мораль, этика и религии. Путь семеричности – это эзотерика. Путь трансцендентности – это работа с сознанием. Мне интересно, путь трансцендентности, путь работы с сознанием. Люди, которые перечислены, это путь эзотерики, путь семеричности. На одно и то же мы смотрим немножко с разных углов. Да, такое и есть, диктовки. Диктовки, так сказать, через фрактал нашей души, но многие понимают эти феномены и иллюзии как что-то внешнее, но это мы же на более высоком уровне духа. Но, тем не менее, такое присутствует. Дальше уже идет интерпретация человека, который получает этот ченнелинг. Обрыв связи. Прошу прощения у наших радиослушателей, что это происходит с интернетом, не с моей стороны, не со стороны Дмитрия, а со стороны вообще там интернета, куда вещание все направляется. Дальше, Дмитрий, посоветуй, по славянскому спасу, с какой литературы, с чего или с кого, в смысле учителя, начинать? Порекомендую. С информацией у него тоже очень глубоко. Это Вышинь. Вот из всех них я больше знаний брал у Вышиня. А так, Мишалкина, Ирина Никитина и Вышинь. Вот три основных сегодня из всех мной известных, а знаю я о многих этих направлениях. Вот самые интересные рациональные зерна можно найти. Хорошо. Следующий вопрос от Владимира Изматича. Дмитрий, а прана и инглия – это одно и то же? Не совсем. Инглия – это, по сути, канал. Канал, который наполняет нас тремя уровнями энергиями. Энергии живы, то есть праны, то, что в других традициях называют, энергии смарги, то есть душевной энергии, и энергии тямы, то есть духа. То есть тренувших царство. Нижнее царство, среднее и верхнее, то, что удалось называть нижний дантянь, средний и верхний дантянь. А вот они восходящим нисходящим потоком, то есть инглией пронизаны. Инглия – это канал, дающий три вида энергии. Прана – один из них, то есть живо нижнего царства. Звуки влияют прямое влияние на наше самосовершенствование. По сути, мы в себе носим три сознания. На урне духа оно и одно, едино. Но, тем не менее, на урне яви первое сознание – это наше внимание, второе сознание – это то, что мы называем котлы силы, и третье сознание – это сознание наших клеток. И вот мы практически состоим из воды нашей клетки. Структурирована определенная решетка, когда человек замораживает, размораживает воду, меняется структура решетки воды. И вот точно так же и человек, когда занимается либо практиками самосовершенствования, либо занимается практиками звуковыми, там гонги, звуковые медитации, классическая музыка, либо пение молитв, либо мантр. И вот первое, что происходит, либо даже самосовершенствование в практиках медитации, либо пранаям, и вот первое, что происходит – это структурирование нашей внутренней воды, внутренней жидкости. Поэтому это имеет прямое и очень хорошее влияние на наше самосовершенствование. Рекомендуется, конечно, классическая музыка сегодня еще есть, умельцы, которые записывают на музыку хорошую, легкую. Альфа-волны, бета, тета, а лучше еще и дельта-волны. Ну, в принципе, лучше для кого разные задачи. Это замечательно. Что касается мантр и молитвы, есть такое выражение, сохранившееся еще у наших предков. Один год молитв заменяет один час медитации чистого поля, а один час медитации чистого поля заменяет одна минута нахождения в кипятке. То есть разные уровни влияния. Если тело слабое, как кристальная ваза, и человек обжигается от кипятка, тогда этот инструмент не для него, он еще не настолько, допустим, телом свято. Тогда он лучше заниматься техниками расширения сознания. Это будет быстрее. Но если у него слабые корни, активный внутренний диалог, не сможет фокусировать внимание, тогда ему последнее звено для самосовершенствования – это звуки, мантры и молитвы. То есть тот же самый вектор – тройка, семерка, туз. Для каждого свой инструмент самосовершенствования по способностям. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Сильный – бери более высокий инструмент. Хорошо. Следующий вопрос от Владимира Измытича. Дмитрий, является ли праноедение вариантом лечебного голодания, при котором праноед, находясь в состоянии полусна, производит, так сказать, ночную оптимизацию продуктовых запасов, хранящихся в холодильнике? Интересно завуглирован вопрос. Типа не жрете вы там чего-то? Если мы говорим о стопроцентной пране, то, конечно, это нет. Везде есть и дегть, и иррациональные зерна. То есть, что я хочу сказать, сегодня люди многие называют себя праноедами, и либо там святыми, либо там йогами, либо еще кем-то, но будучи только на теории, нежели на опыте. И среди праноедов это тоже встречается. За всех говорить не могу. Всякое бывает. Это, как говорил один из моих учителей, традиции тайминских ситхов. У них там есть одно племя, которое очень мудрое. И вот ситх говорил следующие слова. «Слушай, как они говорят, но не делай, как они живут». То есть, они говорят правильно, но сами так не живут. И такое встречается везде. Конечно. Как-то общались с человеком, который себя называл праноедом, но все время пытался за свое обучение брать достаточно большую сумму денег с людей. Я ему взял вопрос. Скажи, пожалуйста, тебе деньги зачем нужны? Ты же праноед. Тебе, в общем-то, продукты не нужны. Особо высокой температуры для жизни тебе тоже не нужны. Нужно воды ты пьешь не так много. Зачем тебе нужны деньги? В ответ был такой. Ну, жить-то как-то надо. Так что все, наверное, понятно здесь, да? Хорошо. Вопрос следующий от Анжелики. Дмитрий, скажите, где анатомически, на ваш взгляд, внутри человека находится центр его духа? В трехмерности это в Яве, это наша Хара, центр солнечного сплетения. Но это ни в коем случае не надо связывать с чакрами. А предки говорили, это Хара, даусы называли это Дау, нулевая точка. Это ясный источник ясного света. Вот точно так же, как семь цветов радуги, совокупности соединить, это будет белый свет. И белый свет распадается на семь цветов радуги. Вот точно так же наша Хара, нулевая точка, в районе солнечного сплетения, как белый свет распадается на семь чакр. Ну, по сути, это самый простой лимейки. На самом деле их можно разделить на 72 тысячи чакр. Ну, чтобы не заморачиваться, на семь чакр. И вот Дау Хара, она совпадает с чакрой солнечного сплетения, но ей не является. Эта Хара на более глубинном уровне. Если у нас чакра, чакральная система на эфирном теле, жарьем, то Дау на уровне света его тела, на более тонком уровне. Вот, в принципе, наш пересечение солнца – источник Хара. Хорошо. Следующий вопрос от Енисея. Дмитрий, до какого момента эволюционирует дух и все его части? Если край, и виден ли он? Благодарю. По сути, если правильно сказать, то эволюционирует не дух, а его фракталы. Дух, он уже вне времени и вне пространства, он уже на пике, так сказать, даже неправильно сказать, что на пике. Там нету верха-низу, там абсолютность. И вот его игра уплотнения, только она эволюционирует, ворачиваясь обратно до этого максимального источника духа. И вот только быль иная, то есть, нирвокальпасамадхи – это граница вместе с телом, с телом света. То есть, мы достигли, и сознание расширили до духа, и тело расширили до духа. Это тело света. Это вот граница и предел нашей мира. Хорошо. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Здравия, Дмитрий. В 2002 году на кладбище под Улан-Удэ откопали тело бывшего главы буддистов России Хамбо Ламы Итигайлова, умершего 78 лет назад, который, по словам его родственников, перед захоронением прочитал молитву сам и перестал дышать. С какой целью, по твоему мнению, проводился такой обряд его смысл? Также объясни эффект неразложения тела, так как Лама до сих пор выседает под стеклянным клопаком и в Лотгинском датсане, монастыре. Благодарю. Да, я знаю эту традицию. Я знаю и практики, которые они применяют. В основном это путь внешней алхимии определенные. Первое. Итигелов, он не только мантру прочитал, он и применил один из сакральных элементов внутренней алхимии. Это когда соединяются ртуть, серебро и золото под определенным медитативным состоянием. То есть, создается элемент наподобие рассамани. И он его употребляет. Насколько я знаю, он хотел показать своим примером о бессмертии физического тела, безграничности элемент. И через каждые 75 лет, там определенные циклы происходят, и через 75 лет, когда его откроют, раскопают, он должен выйти из состояния самадхи. Но не нервокальпосамадхи, а сальвокальпосамадхи. Это немножко на ступень ниже сальвокальпосамадхи. И вот он применил внешнюю алхимию для того, чтобы остановить свое физическое дыхание в будущем. А алхимия необходима для того, чтобы центральная нервная система продолжала функционировать. А сознание было в сальвокальпосамадхи. Но когда его открыли, его тело не осталось неразлаганным. Когда получил кислород, оно начало разлагаться. Уже сегодня оно имеет не ту идеальную форму, которая была при моменте открытия. А когда он был там, оно ни на мгновение не изменилось. Это да. Но тем не менее, он тело, так сказать, живое. Проблема в том, что он из самадхи не смог выйти. Вот это да. Это проблема, которая есть в этой традиции. Таким вот образом. Почему высший уровень развития, так сказать, сущности человека, как я говорил, это переход в тело света. То есть, одухотворение. Дух сначала материализуется, потом одухотворяет свою материю. Когда же человек, умирая, теряет физическое тело, не смог одухотворить его, даже если достиг просветления сознания, но не просветления тела, души и сознания одновременно. Ему могут помочь, проведя обряд кродирования, то есть, кроды. Возведение материи к роду. То есть, соединить материю с духом. То есть, сжигание, то, что мы называем. Дальше вторая стадия. Либо, так сказать, для того, чтобы не перевоплощаться и не формировать новое тело и не одухотворять его. Человек просто-напросто погружается в савалькальпасамадхи, достигает силу сознания радиоактивного и возвращается в самадхи, и уже имея эту силу сознания, одухотворяет тело. Вот, по сути, что и хотел, и многие, кто погружается в савалькальпасамадхи, хотят наработать эту радиоактивную силу духа, силу сознания, чтобы уже потом все-таки в этом воплощении его одухотворить. Но не у всех получается. Вот, в принципе, эта история. Да, и то, что не получается, здесь может быть очень неприятный момент, когда привязка души и духа осталась, а тело не в состоянии больше их содержать, а отвязки не получилось. И развитие дальше может и затормозиться до момента уничтожения этого тела. Получается так. Совершенно верно. Его дух высокий, но он только перевоплотится, когда произойдет последнее гниение органики в его тело, которого он не смог обратно вернуться. Ну, или к роду, то, что называется. Да, вот идеальное, что могут для него сделать его ученики, либо наставники этой традиции, это провести к роду. Совершенно верно. Хорошо. Следующий вопрос. В эфир от Игоря. Что такое дежавю и почему оно происходит? Наш дух вне времени и пространства, где переплетаются и соединены в одну точку все временные вектора. Так сказать, все судьбы, все временные линии, и вот сознание, так сказать, все пересекается в сверхсознании, и вот наше сознание, оно может порой либо в осознанных снах, либо в осознанной яве, может достигнуть такой чистоты, чистого поля, что соединится с этой трансцендентностью сверхсознания, то есть духа, и считать информацию. И считывать же информацию ту, на которую был заострен ум. И вот дежавю, это мы вспоминаем, либо свое прошлое, либо мы вспоминаем свое будущее, именно в момент вхождения в состояние чистого поля. А ту информацию, которая нам интересна была на уровне ума, либо на уровне подсознания, то есть души. Хорошо, вопрос следующий от Енисея из Баракаевской. Дмитрий, каким образом лучше избавиться от сущностей, которые паразитируют на создании людей? Достаточно ли внутренней и внешней алхимии? Сущности – это тренажеры для нас или что-то другое? Благодарю. Да, совершенно верно. Сущности – это они на нас не паразитируют, только тренажеры, которые мы сами притягиваем. Притягивать мы можем на уровне физики. Это когда тело кислотное, мы притягиваем паразитов, вирусы, бактерии, паразиты. И сущности есть на уровне психики и ментала. То есть мы их притягиваем своими психическими отклонениями, либо нормами, либо ментальными думами, когда мы можем обманывать себя, либо других, либо еще что-то быть несчестным, а с кем-то, с чем-то, либо еще на уровне ментала. Мы, значит, притягиваем либо, так сказать, ментальных, либо психических, астральных сущностей. По сути, это мы же, мы же на уровне Духа, которых мы притянули и тренируем. И вот лучший инструмент защиты – это состояние чистого поля, то есть, тотального присутствия в моменте просветления, когда человек осознаёт каждую единицу времени своего пребывания в яве. Так сказать, осознанная явь соединению с навью даёт состояние прави, то есть, Бога, воплощённого на земле. И вот пока человек не в этом состоянии, значит, правит балом ум. И уже от своих норм притягивает какие-либо от себя тренажёры. И вот первый лучший вариант защиты – это вернуться в это состояние чистоты. Но это очень тяжело. Поэтому человек может психически и физически развиваться, приметь тогда практики – дыхательные, либо медитативные, чтобы избавиться, то есть, вернее, очиститься. А очистившись, и эти тренажёры исчезнут. То есть, надо понять, что ум – это всё лишь навсего вычислительная машина, которая смертна. Поэтому ум боится смерти, и поэтому он делает всё, чтобы не погибнуть. Именно физическому телу. А душа и дух – они бессмертны, поэтому у них другие предназначения и другой смысл жизни. И если мы отталкиваемся от ума, то в этом случае мы становимся животными, которые всё время убегают от смерти. Ищут способы не саморазвития, а именно, чтобы послаще спать, да послаще жрать. И всё остальное их мало интересует. Поэтому кем вы себя понимаете в этой жизни, тем вы и являетесь. В зависимости от этого такие шаги в этой жизни вы делаете. И в зависимости от этого таких результатов вы достигаете. Так что, если когда вы всё это понимаете, то и ваша жизнь становится несколько другой, в другом направлении, и всё у вас будет замечательно, хорошо. Так, дальше. Миколаевич. А нет, давай так. Лета Елена. А как лучше переходить на вегетарианство тем, кто осознанно пришёл к этому? Резко и сразу не всем рекомендуется. Есть ли какие-то универсальные способы перехода, при которых не страдает и тело? Как быть? Каким был опыт гостя? Благодарю. Очень просто. Точно так же, как и на сырой день, и на следующем уровне питания, важна постепенность и мера. Как уже говорил, яд в малых дозах лекарства, лекарства в больших яда. То есть, человек может перейти на… допустим, в данном случае говорим о вегетарианстве. На вегетарианство перешли мы. Самое главное – соблюдать шесть правил питания. Долго жевать, не переедать, вставать из-за слова с лёгким веществом голода, и самое главное – раздельное питание. Ни в коем случае не соединять белки и углеводы. Вот это полноценное питание. И человек, если получил… у него малый опыт в вегетарианстве, мы должны соблюдать белковую пищу, то есть, орехи белковые у нас, чечевица, маша, нут, зелень и углеводы, соответственно, мёд. Но, так сказать, главное не соединять это всё с белковой пищей. Вот мы должны знать правила питания, и рацион полноценно должен нам давать элементы белковые и углеводистые. Зелень первая. Перешли. Соединяем шесть правил питания. И далее подтягиваем себя дыханием. Если же у нас сильный стресс, тело требует, либо психика требует, то ни в коем случае этому не сопротивляемся. К примеру, там сделали, допустим, на выходных, допустим, шаг назад. Пускай лучше тело почистить, чем психику. Тело чистить гораздо легче, чем психику. Но если человек начинает через волю идти, нет, мне этого нельзя. Это вредно. Копится стресс. А если копить стресс, это я обычно сравниваю, как подметать. Но подметать не в урну, а под ковёр. Это копится-копится, а потом раз – психический взрыв. И вот сначала человек перешёл на вегетарианство, применяет шесть правил питания, занимается дыхательными практиками. Если стресс пошёл, то, допустим, там в субботу, либо в воскресенье, там, ну, сделайте шаг назад. Потом, допустим, раз в неделю. Потом можно себе там позволить раз в две недели. Потом раз в месяц, потом реже, 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 реже. Ну, главное, чтобы это не перешло в оправдание. А дай-ка я на выходных себя буду делать шаги назад, так сказать, праздник психики. Главное, чтобы это не перешло в такое. А так самое главное – правила питания и дыхания. И через волю, через сильно не ломать себя. Ну, придерживаться, стремиться. Ну, и хорошо, то есть, правильно подметил, что если вы начинаете через волю идти и себя чем-то ограничиваете, в этом случае вы превращаетесь в алкоголика, которому просто по каким-то причинам нельзя пить. Это не совсем правильно, потому что человек, который текут слюньки перед чем-то, это, конечно, по крайней мере, смешно и печально. Так, ну что, давай рассмотреть, какие ещё вопросы на поступали. Вопрос от Миколаевича. А что готовит на обед себе праноед? Готовит практики. День начинается с праноямы, с дыхательной практики. Первая разошла такая тема. Утро. И порекомендую всем. День. Начинать сначала душ. Первая. Так как идёт во время сна, дух нас чистит. И когда мы проснулись, мы должны семь вод себя смыть. То есть, семь потов. Если мы проснулись и в течение получаса-часа не сходили в душ, то эти семь вод начинают обратно в тело втягиваться. И второй такой момент. Хочу подчеркнуть. Многие просыпаются из практикующих, и некоторые даже мои, просыпаются и сразу начинают с праноям. Происходит тот же самый эффект. Вы начинаете заниматься дыхательными практиками, не сходили в душ. Организм начинает втягивать в себя, как губка, эти семь вод. Поэтому проснулись. Душ. Утром контраст у нас в сторону холода. То есть, семь раз холод-горячо, холод-горячо, холод-горячо. Начали холодным и завершили холодным. То есть, включились. А потом практика дыхательная. А вечера наоборот. То же самое контраст, только начинаем с горячо. Горячо-холодно, горячо-холодно. То есть, начали с горяча и завершили горячом. Вот такой вот алгоритм. Но у меня практик на самом деле больше, так как я не останавливаюсь на пране. Есть более высокие уровни и результаты, которым надо стремиться. И праноям у меня для другого. И определенные энергетические практики. Но начиная с праноям, они как дают силу, энергию, так и развивают дальше. Хорошо. Дмитрий, на музыкальную паузу будем прерываться? Как хотите. Ну, давай. Прерывемся. Ну, вопросов, да. Давай, прервемся три минуточки и потом продолжим. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 2 марта 2016 года среда, по одному из старинных первый день месяца пробуждения природы, седьмится 7524 лета. Здоровый образ жизни самосовершенствующегося человека. Дмитрий Лапшинов, главный соведущий. И мы отвечаем на вопросы. Прежде чем задать вопросы, которые уже до этого поступали, вот здесь не могу удержаться. Вопрос такой, а мне вот интересно, как праноед будет Ниву пахать и стога метать? Нормально. Спорт я люблю. Спорт – это то, с чего вообще я начинал заниматься и самосовершенствоваться. Есть праноеды, даже спортсмены. Допустим, Джеррихсон Файер, любитель культурист. Ну, любитель культуриста, я имею в виду, любит тяжелые практики, бодибилдинг. Праноедение – полноценное питание. Если мы перевели свое тело на праноедение качественно, и дальше то русло, которым мы занимаемся, под это русло начинает организм подстраиваться. Недавно проходил курс выживания в экстремальных условиях с Эдом Халиловым. Рекомендую всем мужчинам пройти подобные навыки и проверить себя, кто они, что они, и свою силу, и выносливость, и смекалку. Это выживание трое суток в зимнем лесу с так называемыми постоянными, какими-либо, вплоть до экстремальными ситуациями. То есть, не расслабляющие ни на минуту. И так на протяжении троих суток. И на что себя чувствовал полноценно, комфортно и продуктивно. Практически точно так же, когда я выступал еще на соревнованиях, выступал, я занимался спортом, а основные это были бокс, боевое и самбо. И когда еще было официально и доступно, позволял себе выступать на тотализаторах. Это меня на то время поддерживало. И, по сути, поверьте, сил хватает. То есть, будучи праноедом, ты можешь спокойно выживать в экстремальных условиях, при этом выносливость у тебя не упала, физическая сила не упала, то есть, тога метать ты можешь. Конечно. Но здесь второй момент. Если человек перешел на праноедение, а дальше физическими упражнениями не занимается, он то, что медитирует, медитирует, тогда его обмен веществ перестраивается, то есть, только на пассивный процесс существования. А если продолжает поддерживать свою физику, то обмен веществ, его структура тоже самая развивается и на уровне физики, и на уровне того тонкого, к чему он развивается. Главное, не лежать на диване. То есть, хватает окружающих энергий, хватает воздуха, питанием воздуха, можно сказать, да? Тех газов, которые присутствуют, и все, что там внутри человека происходит. Ну да, по сути, тут не столько сколько напитаться воздухом, а включить именно внутренние резервы энергетические. Внутренние, они бесконечные. Именно дух внутри нас. Хорошо, наверное, такой логичный вопрос. А сколько времени ты уже в состоянии праноедения находишься? Ну, если сказать 4 года, это будет не совсем правильно. 4 года я перешел на энергетическое питание, через полгода у меня был срыв на сыроедение. Раз. И потом еще проходил несколько… Ну, потом вернулся на праноедение, и было также еще несколько посвящений в разных традициях. В традиции ситхов и в даосской направлении, где я принимал внутреннюю алхимию, но с целью не напитать тело, а войти в состояние глубокой медитации. А с наркотическими веществами ни в коем случае это не имеет никакого отношения. Ну, были, да, я принимал внутреннюю алхимию наподобие рассамани. То, что как раз мы говорили про Этигелова, но там немножко другая структура, более высокая. Видимо, к нам подключаются к чату люди, которые не слышали нашего разговора про продолжение рода. Так вот, здесь вопрос, а как праноед будет продолжать род, и что за потомство будет у праноеда? Первое. Полноценно. Я тоже не сторонник целебата и отшельничества. У меня тоже своя семья раз. И какой будет плод, как уже говорилось в прошлой теме, родители дают тело ребенку. По вибрациям, допустим, обмен веществ отца, обмен веществ матери, то на ком они уровень питания, и по общему резонансу будет тело у ребенка. Посмотрим. Моя супруга сыроедка. Сыроедка бывает делает шаг назад на вегетарианство, но это исключительно редко. И вот по общему резонансу посмотрим. Как уже говорил, цикл изменения клеток, замены клеток каждый месяц, каждые 6 месяцев, каждые 12, каждые 7 лет. Опыт должен быть больше, чем полгода. Тогда все это будет активно и хорошо. Посмотрим. То есть не делайте предварительных выводов, не ознакомившись с этой передачей, полностью прослушав те вопросы и ответы, которые уже задавались ранее. А то, получается, человек пришел, сделал какие-то выводы, позадавал вопросов, причем так, позадавал вопросов, еще ответов не услышал, но уже выводы сделал. Получается довольно такая комическая картинка. Так, дальше разбираемся. Вопрос в эфир от Александра из Киева. Дмитрий, что происходит с сознанием после смерти физического тела? Был недавно в Киеве, просто вспомнил. Тот Александр, с которым мы встречались, либо нет, ну, неважно. Итак, сознание существует, продолжает жизнь, неважно, живет тело, либо не живет тело, умерло, либо нет. Но осознает она себя на том уровне подсознания, то есть измерения мира, частоты вибраций, которыми он соответствовал при жизни, перед потерей тела. И кто-то попадает на, допустим, серединный уровень подсознания, то есть какие-нибудь навные миры астральные, кто-то более глубоко в ментальный уровень подсознания, а кто-то, кто достиг просветления сознания, достигает границы между подсознанием и сверхсознанием. И поэтому жить продолжает, но в той иллюзии и маи, частоте вибраций, которым он соответствует. Достиг просветления, тогда он существует как осознанный Бог в одной из высоких сфер подсознания, но еще будет воплощаться заново, пока не одухотворит материю, не перейдет тело света. То есть смерть мы наблюдаем только в окружении, но не для себя. Жизнь продолжаем. Ты знаешь, мне кажется, многих людей, наверное, отталкивает от каких-то подвижек в сторону вегетарианства, в сторону сыроедения, в сторону параноедения, просто обыкновенный земной страх. Ну как же ведь голод, вон сколько людей в Ленинграде умерло во время блокады, если бы они все были предназначены, если бы они все могли как минимум параноедством заниматься, то, наверное, и голод бы им не был страшен? Конечно, совершенно верно. Именно незнание, вообще единственное, чего человек боится, это того, что он не знает. Именно пределы мер комфортности вызывают в человека состояние неконтрольного и волнения и переживания. И вот то же самое незнание о полноценном энергетическом питании. А что касается блокад, как мы уже говорили, и голодающих, и почему, допустим, в той же Индии голодающие умирают, мы уворачиваемся к тому состоянию, которое говорилось на одной из тем. Это кислотное состояние тела, либо щелочное. Кислотное – человек не найдет альтернативы питания и будет поглощать, питать сам себя, отсюда анорексия, дальше смерть. Щелочное – сначала на эндогенное питание, а потом на питание праной. Если человек знает, как двигаться дальше после эндогенного питания. Точно так же, как вирусы. Все вирусы, бактерии, паразиты же только в кислотном среде. И когда два человека соприкасаются с одной и той же средой, один заболел, другой нет. И вот потом спрашиваются, в чем их неотличие, почему один заболел, а другой нет. Да один был в кислотной среде, другой в щелочной. А в щелочной гораздо меньше, а в кислотной гораздо больше. То же самое при голодании. Люди загубили свое тело, и при голодании они будут получать именно негативные результаты. Еще надо, наверное, учитывать состояние страха. Опять же, мы крутимся вокруг ума. Как мы уже выяснили, ум – это вычислительная машина, которая дается для того, чтобы какие-то расчеты делать в этой жизни, не более того. Но если человек себя полностью подчиняет уму, то есть вычислительной машине, то он становится роботом. А робот – такая штука, он живет по программе. Если программа как-то меняется, а изменения, ну, программа внешняя изменяется, а внутренняя не успевает корректироваться, то в этом случае происходит нестыковка и самоуничтожение этого робота. Вот как раз здесь, мне кажется, кроются многие проблемы. Человек своим умом познает, что такое голод, например, в детстве. Да-да-да. Да, и он боится этого голода уже. И, казалось бы, наоборот, тебе надо при помощи голодания полечиться. Да что, я буду голодать, да как так можно? А праноеды – да это сумасшедшие люди, что вы, там они ночью из холодильника жрут, просто там вам втирают о том, что они праноеды, на самом деле, вон там посмотрите, и так далее. Совершенно верно. Именно более тонкие процессы за кислотностью с желчностью – это процессы психики, процессы сознания, осознанности. Если человек постоянно в страхе и переживает, его эфирное тело сковывается и замкнуто, не дает состояние распределения энергии, раз, ментал, то, кем мы себя осознаем, тем мы и становимся. Если человек – это нереальность, что это смерть, то как бы он не занимался практиками, осознанность – это планка, под которую будут подстраиваться наши самосовершенствования. Если же он дает себе знание и осознанность, что это реальность, то под эту более высокую планку он начинает подстраиваться. Даже эффект, как так и называемый плацебо – это очень мощный инструмент в самосовершенствовании. Ведь многие люди не верят в то, что могут быть праноеды, так же, как некоторые не верят в то, что могут быть сыроеды. Есть люди, которые не верят, что можно жить именно вегетарианцам. Но самое-то интересное – еще больше людей не верят в то, что можно обойтись без алкоголя и табака. Многим вообще не приходит в голову, как так праздник провести, например, без алкоголя и табака. Потом, когда они встречаются с людьми, которые не пьют, не курят и переходят в физическую, психологическую, психическую зависимость, потому что у них психическая зависимость первичная, они перестают пить и курить и через какое-то время говорят – ой, я был дураком, ты в это не верил. Потом через какое-то время они достигают уровня, например, вегетарианства. И хотя до этого говорили, что вегетарианцы – какие-то сумасшедшие люди, как же без мяса-то жить? Ведь все ученые, все доктора говорят, диетологи – надо есть столько-то мяса, оно всем нужно. Потом они переходят уже на вегетарианство, уже в сыроедении. Ну а потом, кто знает, может, период. То есть от уровня представления вашего ума, от уровня той программы, которую ваш ум в себя вкладывает, и зависит ваш уровень понимания этого мира и понимания тех вопросов, с которыми он сталкивается. То же самое, как маленький мальчик не может понять, а как там живут дяденьки, ученые в институте, что они там делают или как в космос летают. Вот из этой же серии. Все познается тогда, когда вы готовы это познать. Давай, наверное, следующий вопрос. Следующий вопрос от Лето Елены. А как вы, уважаемый гость, относитесь к точке зрения Ивана Павловича Неумывакина на термически необработанную пищу? Он ведь к сыроедению в чистом виде относится очень отрицательно. Как ни странно. Неумывакин на слуху, а про его теорию честно не знаю. Что он имеет в виду для того, чтобы быть как-то грамотно компетентно ответить на вопрос, мне нужно грамотно и компетентно ознакомиться с его теорией, поэтому не смогу, пока не знаю, что он дает, какую информацию и на что опирается на какие свои знания и исследования, чтобы что-то опровергнуть либо допустить. Поэтому даже не знаю. Знаю, да, Неумывакин есть такой, но что он дает, не знаю. Познакомься, очень интересный человек, лично знакомый, основоположник космической медицины, еще при Королеве, так что опыт огромнейший. И когда с ним общался, сейчас ему почти 88 лет, очень живой ум, все замечательно, хорошо. Но известно, что каждый человек на то и человек, чтобы иметь какие-то свои точки зрения, отталкиваться своего опыта, поэтому мы здесь ни в коем случае не говорим как-то плюс или минус про какого-то человека, которого нет в эфире. Просто я говорю, что очень интересный человек, и несколько видеороликов мы сняли, я думаю, скоро они появятся и у нас в эфире. Следующий вопрос. Ингварь. Дмитрий, подскажите, пожалуйста, какая конечная цель развития человека в нашей фазе? В нашей фазе… В какой, конечно, фазе? Ну, если в той фазе, которую я представляю, путь самосовершенствования конечная, наша фаза, матрица сущности под названием человек, завершится после тела света. Дальше уже будет другая фаза. Так, хорошо. Следующий вопрос, Дмитрий. После того, поскольку написано лично мне, я не читаю имя. После того, как тело становится светом, душа воплощается в последствии на Земле. То есть, воплощается ли она в последствии на Земле? Второй вопрос. Есть такая информация, киберсистема, некая киберсистема, контролирующая около 30 цивилизаций в нашей галактике, существующая в дискретном пространстве. Поставившая перевоплощение душ на поток, постоянно используя накопленную ими энергию. Имеет ли что-то общее с реальностью? То есть, два вопроса. Ну, я начну со второго, потому что будет первый выливаться грамотный из второго. И вот так, все тонкие сущности тонкого плана, люди явного мира, цивилизации, всё-всё это, по сути, как множество-множество капелек одного и того же океана. Вот океан – это дух, то есть, единое, цельное, неделимое, которое разбилось, грубо говоря, разбито на фракталы как измерений, так и параллельных миров, так и ещё сущностей внутри каждого измерения и внутри каждых параллельных миров. И, по сути, всё это мы на уровне духа, то есть, на уровне этого океана. А с этой точки зрения, с Земли на небеса, мы каждая капелька в отдельности, а со стороны неба на Землю мы один океан, получавший опыт в каждой капельке. И, по сути, да, есть такое представление, что одни курируют цивилизации второй, либо тонкий план курируют, там ещё там посредников, а те, допустим, нас, либо ещё что-то. Но всё это игра одного и того же духа. Одни капельки тренируются, а другие дают им тренажёр. Для того, чтобы стать лучше. Как у Серафима Саровска спрашивали, батюшка, а кто вас научил так молиться? На что он говорит, да черти. Как черти? Как черти могут научить молиться? Да к вам по ночам будут приходить по ребрам стучать? Вы хочешь, не хочешь научитесь молиться? Есть только полноценные тренажёры и кнутый пряник. Все капельки бравые солдаты Бога одни, а другие бравые души в самосовершенствовании одной и того же духа. И когда одна капелька переходит в тело света, то есть, человек переходит в тело света, нет, она уже больше перевоплощаться не будет, так как она становится духом на уровне сознания, на уровне тела. То есть, она становится всеми капельками одновременно. Ей уже незачем перевоплощаться в одну, когда она сразу во всех. Ты знаешь, когда я говорил про кнут и пряник, мне сразу такая голая мысль пришла, что естественно, что кнут и пряник – это лучшие учителя наши. Вопрос только, вы получаете этот кнут и пряник со стороны или вы сами себе этим кнутом или пряником прокладываете направление, подталкиваете себя? То есть, вас организуют или вы самоорганизуетесь? Вот это очень важно. Потому что, если вас постоянно организуют вопрос, кто вы тогда, первый вопрос, с какой целью вас самоорганизуют и куда вас приведут? То есть, понятно, что в первом случае вы похожи больше на животное, которое направляют на пастбище, чтобы травки побольше поесть, защищают от волков, потом ведут загон. Ну, цель понятна какая. Хозяев вас может постричь и может вами покушать. А если вы самоорганизуетесь, то тогда вы человек. Тогда вы уже существо не просто человекообразное, а существо, то, что называется ас на земле, то есть, потомок богов. Вот, казалось бы, незначительная разница, но определяющая то, кто вы есть. Мне понравилась цитата из чата. Интересно, а как у праноедов проходят перы? Сели на травке, посидели и все? Ну да. Кстати, в основном, либо какие-либо съезды, либо конференции, либо встречи, все постоянно приглашают по традиции это застолье. Но когда вы сидите, любая конференция, либо любая встреча с учениками, либо учителями, да, это присутствует стол. Ну, одни сидят, общаются, допустим, пьют ту же самую водичку, либо, ну, это вот в моем случае, либо кто-то там полноценно что-то, что привык употреблять в пищу, кушает, вкушает. Цель – каждый пускаест то, что он ест. Здесь никаких осуждений нету. Все молодцы, и сиеды в том числе, они свой путь проходят. А так, да, на сегодняшний день 80% встреч и конференций происходят именно в атмосфере застолья, столов. Не то, что застолье там пир, не пир, а скромно тоже. Это как прямо в анекдоте. Э-э-э, а потрындить куда пошел? То же самое здесь. А пожрать? Да что ж собирались-то? Просто так, что ли? Ладно, хорошо, с этим разобрались. Следующий вопрос Дмитрию от Ярогора. А какое отношение к практике в сполох, в практике спаса? Какое отношение к практике в сполох и в практике спаса? А, то есть, какое отношение практика сполох имеет к спасу? Ну, здесь как-то так неоднозначно описано, но, например, а какое отношение к практике в сполох, в практике спаса? Ну, в спасе есть такой термин – сполох, практика. Ее, по сути, можно отнести к спасу. Здесь, если относится, первый вопрос был, какой полох имеет к спасу, то, по сути, ответ прямой. А если к праноидению сполох имеет какое отношение, а никакого? Просто вопрос, видимо, я в какую сторону его двигать, либо к спасу, либо к питанию праной, не понял. Но если к пране, то никакого отношения, если к спасу, то прямое. Хорошо. Ладно, оставим толкование этого вопроса на совести того, кто его написал. Если есть уточнение, пожалуйста, Ярагор, напиши, что ты имел в виду все-таки. Но, в принципе, ответ получен. Дальше вопрос в эфир от Павла из Кокурина. Павла Кокурина из Кирова. Дмитрий, здравствуйте. У меня был гармоничный гормональный сбой, снижен уровень тестостерона в несколько раз из-за недостаточного формирования гормонов гипофизом. После перехода на раздельное всеядное питание я потерял 10 кг веса, имея худощавое телосложение. Врачи сказали, что из-за малого количества жировой ткани гормоны просто не могли формироваться. После курса прокалывания гонодопропина, гонодопропина человека, я вернул себе часть веса, стал легче себя чувствовать, но по ощущениям до конца не восстановился. Каким образом можно восстановить свою гормональную систему? В прошлом эфире вы говорили о трех аспектах – дыхание, физическая нагрузка и состояние любви. Опишите подробнее, что и как делать, чтобы себе помочь и не навредить. И при этом перейти на вегетарианство. Так, человек, когда переходит на новый вид питания, первое, он должен сохранить баланс белковой пищи, так как организм привык массу строить из белков, но в данном случае на всеедение он привык из белков животного происхождения. Мы должны ему сначала дать альтернативу белков вегетарианскую. То есть, мы полноценно должны употреблять либо орехи, но орехи больше 100 грамм в день нежелательно, дополнительно чечевица, маш, нут – это все белковая пища. Даже баклажаны ореховые, баклажаны белковой пищи. Амарант – колоссальное количество белков. То есть, мы первое время должны колоссально белком тоже себе качать. Что касается физика. Именно, когда мы переходим на новый вид питания, мы должны включиться в физические упражнения, так как, когда мы перестраиваемся на новый вид питания, клетки ищут альтернативу питания, а когда мы еще занимаемся физическими упражнениями, мышцы сокращаются и быстрее перестраиваются на ту альтернативу, которую они ищут. То есть, на новый вид питания. Это раз. А второе – спорт поднимает гормональный фон. В частности, больше всего он именно как раз и поднимает тестостерон, гормон роста, тестостерон. Также два основных гормона при физической нагрузке вырабатываемые. И дыхание. Для того, чтобы дыхание нам помогло в перестройке на новый вид питания и дыхание нам помогло в поднятии наших желез и гормонального фона, у нас мы не просто должны заниматься дыхательными практиками, а у нас если мы применяем дыхательную практику, которую я пример приводил ранее здесь, это задержки дыхания, то задержки дыхания должны быть минимум 60 секунд. Если мы до этого уровня, вроде да, занимаемся дыхательными практиками, ну а показатели по сути ниже 60 секунд, то можно считать, что мы не занимаемся дыхательными практиками, а балуемся дыхательными практиками. Для того, чтобы поднялся гормональный фон полноценно Мы должны, допустим, те же самые 10 подходов сделать Между ними пауза отдыха, минута И вот минимальный из этих 10 подходов был как раз минута А все остальные выше либо равны Вот тогда, да, тогда у нас включится активный процесс изменения гормонального фона Обмена веществ, тело быстро перестроится в новый вид питания И полноценно будет себя чувствовать на новом виде питания Вот, в принципе, основной алгоритм Хорошо, ну ты знаешь, иногда помогает довести себя просто по ощущениям ненужности этой пищи Я знаю людей, которые просто отказались сразу от крупного какого-то там рогатого скота И перешли только на одну курицу Вот они в течение полугода ели курицу Ели, 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 там сказали, все, я уже наелся Я уже не хочу И потом, значит, уже через какое-то время тоже они сами сделали с рыбой Но сначала они решили, что надо просто от мясоедства уходить Вот просто решили, надо уходить от мясоедства А как уходить? Ну нельзя сразу Давайте тогда оставим бычков всяких там в покое Баранов в покое, козликов И перейдем только на курицу с рыбой Вот они целые там полгода курицу ели, эти вот корочка, что там у них есть И потом уже, когда им это все надоело, сказали, все, мы уже наелись Мы снова больше не хотим Но это было, опять же, сознательно, не просто того, что врачи говорят нельзя Или там еще что-то А именно вот сознательное понимание, что пора уже переходить И было просто пересыщение вот этим вкусовыми ощущениями там и так далее Но это как один из вариантов Интересно Да Он сработал и проверял, и всегда на самом деле работал Так, вопрос от Виктора Дмитрий Я практикую дыхательную гимнастику при ходьбе на 5 шагов вдох На 10 шагов задержка дыхания На 5 шагов выдох То есть 5 вдыхает, 10 ждет и 5 выдыхает Иногда сдвигаю вдох на 10 шагов Скажи, пожалуйста, такая практика способствует защелачиванию или закислению? Да, безусловно, это хорошая практика Пранаяма при ходьбе Если мы подключаем ментальную работу еще к дыхательным практикам А так, если безментально, то дыхательная практика при ходьбе Это очень хорошая практика, способствует защелачиванию Это одно из разновидностей дыхания полоза То, что мы называем спаси Либо то, что называют даосы Дыхание черепахи Только при ходьбе Растягивание, то есть дыхание И чем дольше, тем лучше Потом, если еще увеличим Допустим, 5-25 Либо там 10-20-10 Каждое увеличение будет активнее увеличивать наш плаш А так, да, это хорошие результаты Так, дальше Вопрос Скажи, пожалуйста, когда будешь проводить семинар в Москве? Знаешь, что ты Москву так не любишь, да? По каким-то причинам энергетическим Но все-таки вопросы такие возникают? Почему же? Не знаю Откуда такая информация? Нет Я вообще каких-то отрицательных положений к Москве не имею Она мне, по сути, нравится Как и все другое Я везде себе чувствую комфортно, где нахожусь Ну просто я почему сделал вывод В крупных городах все-таки вот эта зашлакованность энергетическая Она очень присутствует И человеку, который находится уже на другом мире ощущений Как-то это все равно, что залезать в канализационную вот эту трубу Это влияет поначалу И влияет только на ум и на психику А потом от этого высвобождаешься и чувствуешь себя комфортно Я сейчас в Питере, потому что у меня здесь семья сформировалась И так далее В Москву я где-то планирую приехать через 2-3 месяца Посмотрим То есть следи за носом График пока составляется Я сейчас нахожусь в ретрите Еще до 24-го числа в практиках И буквально через 2-3 дня будет полный график на год Где будет и Москва Но ориентировочно через 2-3 месяца Вопрос в эфир от Светлани Из города Остер Дмитрий, скажите, пожалуйста Мой муж занимается практиками, которые описали вы в книге А я также занимаюсь Но не всегда могу сосредоточиться А муж меня заставляет каждый день заниматься Он сыроед, а я вегетарианка Преобладает сырая пища Частично ем вареную пищу Но полностью не могу перейти на сырую пищу А муж меня заставляет перейти на сыроедение Подскажите, как быть? Благодарю за ответ Муж, не заставляй Давай, отвечай Интересно Интересно, конечно Волей, конечно, здесь И заставлением человека ничего не сделать Самое главное Она-то хочет перейти на сыроедение Либо нет Можно хотеть для себя Можно хотеть для мужа По сути, и то, и другое правильно Здесь, главное, мужу подход изменить Либо скажите, что Дорогой, да, я изменюсь Перейду, я стараюсь Но не так резко Да, мне там возможность самосовершенствоваться Либо постепенность там должна быть То есть дайте ему осознание Что вы готовы Вы перейдете Но вам нужно время Ну, в общем, да Каждому овощу свой фрукт Поэтому не надо, наверное Морковку заставлять расти Тем, что вытягиваете ее за ботву быстрее Да-да-да Вопрос в эфир Дмитрий Что ты думаешь о Крайоне И о книгах Ли Кэрол Медиума? Да, давно я не Соприкасался Ни с Крайоном Ни с ее книгами Так сказать, на сегодняшний день Много ченнеллеров Одна из них Ли Кэрол От ченнеллера очень многое зависит Насколько его чест Внутренний диалог Фрактал Наш Крайон Так сказать, мне близок Не все ченнеллеры Толкуют, трактуют правильно Но тем не менее Я называю это путь Эзотерический путь семеричности То есть это познание Вселенной Вселенной не напрямую То есть самого себя не напрямую А через посредника В виде эгрегора Либо какой-либо сущности Пусть и высокой Мой путь Это и моя рекомендация Это научиться Непосредственно прямиком Соприкасаться с живой реальностью Это то есть Не только через ченнеллера Не через Крайона А еще дальше Напрямую через дух Через чистополе И были ноя Но пока Резервы наши Крепнут Сознание растет Пока мы не можем напрямую Можно использовать их К ним положительно Отношусь честно Где-то Лет 7 наверное назад Я именно Тоже Увлекался всем этим Интересовался Но параллельно развивать Своё сознание То есть должна быть Точка проверки Есть в Спасе Инструменты Точки проверки Когда человек Налаживает связь Да нет Определенную То есть поступила информация Либо через Наш канал С Крайоном Либо через посредника В виде Там Ли Кэрол Мы должны сначала Информацию проверить Потому что Может это быть Вообще не Крайон А другая сущность А может быть Та сущность Ну еще и там Ли Кэрол В своем Ментальном Каким-то шаблоном Исказило чуть-чуть Поэтому Пока мы не способны Входить в чисто поле Должна быть Хотя бы психическая проверка Да нет На уровне целостности Наших трех царств Хороший ответ Потому что На самом деле Иногда Не то чтобы сущности Иногда и люди Себе называют Другими именами Давая какие-то Рекомендации Или ответы И это Причем В этих людей Можете видеть А что же говорить Про тех сущностей Которых вы Видите Иногда даже И не можете Мало ли кто Там кем назовется Так что Не факт Что это Именно та информация Которая Должна идти От того Кого вы себе Представляете Вопрос Алексей Из Санкт-Петербурга Дух Духотворяет материю Через радужное тело В индивидуальной Реализации А что это Дает для эволюции Земли И всего человечества Ну Хороший вопрос Первая поправка Духотворяет Материю Не через радужное тело По сути Радужное тело Это уже Плод Через душу Духотворяет материю А что дает Для человечества И для земли Вот точно так же Как дух Это океан А капельки Это все сущности Люди Земли Звезды Это все сущности Одного и того же духа И вот точно так же Как один фрактал Достигает тела света И этот опыт Расходится по всем Обитателям этого океана По всем капелькам Точно так же И один Когда достигает тела света Этот опыт На уровне духа Сверхсознания Расходится по всем И потом В процессе жизни Он как Зерна Всплывает из нас В виде какого-то Нашего личного опыта Как эффект Сотой обезьяны Когда одна достигает Вид Какого-то Опыта Колоссального А этого опыта Достигает все же Точно так же И здесь Дух Если для духа Это моментально происходит То мы живем По прошлому духу И у нас еще пройдет Там 10 лет Для кого-то 100 лет Пока этот опыт Станет нашим То есть энергетической Взаимосвязи Среди людей Ты не отвергаешь Точно так же Как мы не отвергаем Энергетической Информационной связи Между Скажем так Насекомыми Которыми в рои живут Или стадами птиц Которые куда-то летят Стаями птиц Которые куда-то летят Хотя я сказал Стада И есть и стада птиц Есть и стая птиц Вот Так что Это все взаимосвязано И тот эффект Сотой обезьян Который ты говоришь Он присутствует И неоднократно Наблюдались А вдруг не возьми Ни с того ни с сего Вдруг возникает Какая-то Такая самоорганизация Явление Понимание И так далее Дальше Вадим В эфир Дмитрию про осознание Про осознанные сны Поведой Нужно ли Если да С чем работать Первое Осознанные сны И астральные путешествия Разные вещи Сегодня многие Соединяют в это Как одно и то же Астральные Так сказать Путешествия Это когда наше Внимание Находится в астральном Навьем теле Осознанное сновидение Это когда наше Внимание Находится в ментальном Более высоком теле Клубь Итак Про осознанные Про астральные путешествия Говорить не будем Потому что Это большой шаг назад И отсутствие Уход в сторону От самосовершенствования Что касается Осознанных сновидений Это Способствует Нашему расширению Сознанию И вот раньше Предки говорили Медитация Это осознанный сон А сон Это неосознанная Медитация И вот Есть и путь Когда человек Сначала осознает себя В яве То есть Достигает просления Сознания И потом Соединяется это С навью То есть Со сном Соединяя То и другое Человек достигает Просветления Либо наоборот Сначала Достигает Осознанности Во сне То есть В наве А потом Эта осознанность Переходит в В явь Как акера сновидения К этому стремились И То же самое Получается Навь и явь Соединяются Это правь То есть Просветление Сознания Либо путь Через сон Либо путь Через явь Положительно Смотрю Я когда Занимался Я особо Не придавал Значения Осознанным Сновидением Но я расширял Сознание Занимался Практиками Глубокой Концентрации И расширения Подсознания И на определенных Моментах Сны Точно так же Становятся Осознанными И потом Вот Турия Савлякальпасаматки Это как раз Граница Между сном И бодрствованием Которую Необходимо Удержать Все 24 Часа В сутках Поэтому положительно Смотрю На Осознанное Сновидение Практик Очень много Интересных Мне нравится Практики Через внутреннюю Алхимию Когда открывается Центральный Канал И Наша Энергетика Достигает Уровня Над Солнечным Сплетением Я просто Индийской Терминологией Плохо владею Как это Чакра Их называют Сердечная Не знаю Я Мне больше Томинских Ситхов Нравится Если из этого Направления Идти Либо Славянская В общем Если по-славянски Нашего второго Царства Энергетика То в этот момент Сны становятся Осознанными Либо Человек Перед сном Более простая Техника Которую Могут Применить Каждый Тоже Славянская Техника В эзотерике Ее стали Называть Пересмотр В славянстве Спасе Это называют Поднимание Колодцев Когда человек Перед сном Сначала Прокручивает Весь день От начала До момента Засыпания И чем больше Деталей Он запомнит Тем лучше Поначалу Это может уйти Минут 10 Потом С опытом Все быстрее Быстрее И с опытом В течение Минуты Он может Прокрутить Весь день И провизуализировать Плоть до того С кем Поздоровался О чем Поговорил Как встал С какой Ноги Максимально Больше Деталей Начнет Переходить Ну по сути По сути Повары И медики Считают Что умнее Чем Пища Со стола Природы И мы уже Начинаем Разделять Там Масло И жиры Там Животного Происхождения Там Белкового Либо допустим Масло Там Кедрового Ореха Разделяем Чему Это масло Принадлежало До разделения С тем Его и Можно Совмещать Понятно Еще надо Помнить Что в природе Чистого масла Практически Встретить Невозможно Поэтому Лучше Употреблять Все-таки На мой взгляд Не рафинированные Полученные Искусственно Продукты А так Как они Есть в природе Дальше Павел Сурал Вопрос Эфир Как определить Своё предназначение Свою наибольшую Пригодность На что Стоит обращать Внимание К чему Через Развитие Так или иначе Движется Каждый человек Воплощенный На нашей земле Всей души Благодарю Так сказать Наше предназначение Это желание Нашей души К чему Тяготеет Направление Нас от души Вот что нам Хочется делать Что нам Нравятся Наши интересы Это желание Души То есть Желание души Это желание Вселенной Которая Выходит из нас И если мы Будем Идти по пути Желания души То вся вселенная Будет способствовать Чтобы мы Дошли до конца Цели Тут Одна Подводный Камень Это разделить Желание души От психических Желаний И вот здесь Уже Чем чище Наше сознание Чем остановленнее И тише Наш внутренний Диалог Тем активнее Мы слышим Душу Если же У нас Постоянный Внутренний Диалог Мы там Идем По улице Разговариваем Сами С собой Тогда Мы Способны Перепутать Желание Души От желания Нашей психики Вот Самая Это единственная Цель Двигаться Тому Чему стремится Наша душа Соответственно По мере Поднятия наших Вибраций Желания Души Будут меняться Но пока На данный момент Времени То что нас Влечет От души То наше Так Следующий вопрос В мою сторону Когда же Сын спрашивает Когда же Пройдет наконец Великий Могучий Чернобров Задавал ему вопрос Как он освободится Так и придет к нам Еще разок Можете в принципе Ему в контакте Войти Написать Вадим Обещался на радио Прийти Приходи Дальше Вопрос В эфир От Енисея С Баракая Дмитрий Как мы можем Помочь своему народу Проснуться Только совершенствуя себя Или же мы Можем коллективно Повлиять На поднятие Вибраций Спящих Путь всегда Двусторонний Как извне Вовнутрь Так и изнутри Вовне Изнутри Вовне Это когда Меняемся Только в мы Извне Вовнутрь Когда мы Еще и помогаем Другим Либо какими-то Информационной Деятельностью Либо своим опытом Здоровье Там вот я там Занимаюсь тем-то Опыт такой-то И мы там Делимся опытом Помогаем кому-то Подсказываем Даем там Механизмы Практики Либо целостный Когда мы одновременно И сами Меняемся И еще и Помогаем Какой-то Деятельностью В социуме Вот это Самый быстрый И прямой Момент Конечно Вариантов Много От какой-то Информационной Деятельности По сути Наверное Самая Правильная Наверное Будет и она Без перегибания Палок Каких-либо До И так Информационная Деятельность Социальная И менять себя Тогда будет Быстрее Какая именно Социальная Деятельность Даже не знаю Для меня По камесь Это вот Мы соединяемся С нашими Соратниками Одни Ввиду здорового Обра жизни Через питание Другие Через какие-то Практики Другие Через мораль Этику Нравственность Наших предков И вот мы Все совместно Объединяемся И в своих Руслах Один В одном Направлении Социальной Деятельностью Занимается Информационной Другой В другой Допустим Параллельно Тому Что я Рассказываю Делюсь Своему Домопитанию Либо практику Самосовершенствования Параллельно Провожу иногда И Открытые Встречи Где Занимаемся С детьми Допустим Гармонизация Полушария Мозга Проводил В Минске Открытый Съезд Где Любой Желающий Мог прийти И познать Практики Для развития Детей И взрослых По способности Гармонизации Полушария Мозга Центральная Нервная Система Развитие Ума Разума Интеллекта И все это Совершенно Открыто И доступно Вот Разные Варианты То есть Работа и в социуме И работа и внутренне Должна происходить Понятно Очень часто у нас народ Пытается пробудить Другую часть народа Тем что он его Начинает пинать Стыдить Или что-то там еще Ему говорить Какие-то обидные Часто слова Мне кажется Намного проще Человек всегда Имеет какую-то Заинтересованность Прежде чем Начинать что-либо делать Без заинтересованности Никто никогда Чего делать не будет Или без необходимости Необходимости Это когда вас приспичило И вы должны найти Место Где бы освободиться Это необходимость Никуда не денешься А когда заинтересованность Это когда человек Видит какую-то выгоду Выгоды бывают Материальные Бывают духовные Бывают материально-духовные Бывают там еще Более высокого уровня Так вот Если вы не смогли Человеку показать Выгоды И необходимости Вот этих двух моментов То в этом случае Тогда человек Скорее всего Просыпаться не будет Потому что ему и так Тепло В этом В этих фехалиях Находиться И все хорошо И замечательно А если вы показали Ему выгоду Показали Необходимость Как действовать Пробудили в нем Желание быть Хозяином своей земли Тогда он сам Вперед вас побежит И будет делать Все намного Лучше Нежели чем вы могли Ему о чем-то рассказывать То есть нужно понимать Что вы хотите Ему донести Человеку И как вы Собираетесь доносить Просто пинать его Это одно дело А если человек Будет заинтересован И понимать необходимость То он сам сделает Еще и лучше вас Еще скажет Что ж ты мне долго Так это Не мог нормально Разъяснить Так Наверное Есть такой еще момент Первое Это интерес Человек развивается Только если есть У него интерес Главное умение Показать ему Этот интерес Направить А второе Да Не пинать Принудительное добро Это уже зло Нейтральность Всех штыками Светлое будущее Загоним Так Дальше Вопрос в эфир От Виталия А что же такое Проноедень Как вы этот термин Понимаете Такие выражения Как Ци Эфир Мана Прана Жива Энергия Это Разные терминологии Одного и того же Так сказать Состояния Состояния Так сказать Это все энергия Проноедень То есть Энергетическое питание Ну вот в принципе И все Есть физическое Там питание Есть энергетическое Питание И то и другое Самое главное Питание Только разными Элементами Так дальше Да еще надо Учитывать Что помимо Приема Всегда есть Какая-то Обратная связь Это выход Поэтому вот тут Надо соблюдать Чтобы Количество Входящего Оно каким-то Образом По объему Хотя бы Соответственно Количество Выходящего И наоборот Потому что Иногда бывает Так что Человек Слишком много Отдает Или наоборот Слишком много Принимает Последнего У нас Очень часто Больше В нашем мире На сегодняшний момент Совершенно верно И тут еще Источник Вот мне Сказал о питании Правда Такой момент Что есть Источники Внешние А есть Внутренние И вот Многие И те И другие Называют Проноедами Но одни Допустим Паразитируют На внешних Источниках Постоянно Допустим Подпитка Через энергию Дерево Растения Либо Солнца Это я называю Паразитированные На внешних Источниках А высшее Искусство Это умение Открыть Своё внутреннее Солнце Свой внутренний Дух Источник Термоядерного Синтеза Который уже Будет Порождать Энергию Можно энергию Копить А можно Ее вырабатывать Вот вырабатывать Самое Мощное И эффективное И как раз Мы своей Автономностью Помогаем Вселенной Хорошо Вопрос От Василия Из Омска Дмитрий Планируешь ли ты Приехать С семинарами Или практиками В Омск Есть ли инструктора Системы Космического Развития В городе Омске В Омске Есть много Соратников Но инструкторов Системы Пока Месть нет Да Планирую Приехать Пока Мы с друзьями Общаемся Когда Как Там Один из моих Очень хороших Друзей Дает Борейские Традиции Борейские Пратики И Соворожий Бой К нему Тибетцы Приезжали Делились Опытом Определенным Говорили Что Здесь Именно Есть Источники Тех знаний Которые Пришли К нам И вот Он там Живет Существует Дает Тоже Определенные Знания Хочу Сездить К нему В гости И Возможно Что-то Проведу Пока Не знаю К сожалению Когда Но Хочу В этом Году Хорошо Здесь Повторение Скорее всего Уточнения Так все-таки Как же Сочетаются Жиры с белками И углеводами Как их Сочетать Можно ли Например Жиром Растительным Полить Белки Или углеводы Или Может быть Сливочное Масло Положить Сливочное Масло Это уже Ближе К корове Соответственно Только с Продуктами Данного Производства Мы можем Добавлять Это сливочное Масло К примеру Что-то Белковое Мы можем Сливочным Маслом Допустим Потребить Оливковое К примеру Масло Мы бы уже Больше С растителями И с углеводистыми Пищей Допустим Принимали Кедровое Масло Тоже Белковое Но мы бы Его Полили На Белковое Но растительное Допустим Чечевицу Маши Нот Вот Я имею Ввиду Вот такие Вот моменты Хорошо Дальше В чем Разница Это вопрос Василия Изомска Между Астральными Путешествиями Внетелесными Путешествиями С созданными Сновидениями Что рекомендуешь Из этого применять Частеньше ты ответил Но коротко Буквально Вот это Вот это Вот это Применяю Рекомендую Применять Осознанное Сновидение Все остальное Только ради Любопытства ума Но для того Чтобы применять Мы должны быть Защищены Силой Своей энергетики Иначе Более сильные Поживятся на нас Но и то Это путь Любопытства ума И ухода в сторону От пути Самосовершенствования Помогает Путью Самосовершенствования Только осознанное Сновидение Вопрос Эфир от Енисея С Баракайовской Дмитрий Когда планируется Ретрит В России Для практикующих Сваргу Благодарю за твое Светодеяние Которое ты сотворяешь Все Резонирует до глубины души Благодарю всех Организаторов эфира Ведущего Быть добру Благодарю Через полтора месяца Будет Первый ретрит Потому что сейчас месяц Я только В своем ретрите Первый ретрит По России И там уже все Я сейчас месяц В своем ретрите И потом уже До конца года Будут по России И по СНГ По Европе Тоже занятия И буквально Два-три дня Будет полный график На сайте Быть добру Взаимно Павел Сурал Вопрос в эфир Кислотное питание Все-таки является Губителем для человека Или в некоторых случаях Для человека Будет также Неблагоприятная Щелочная еда Кислотная Однозначно Губительна для тела Но здесь Надо поправиться Что есть Продукты Которые требуют Кислотных ферментов Для своего пищеварения Они могут быть И сырыми И они не окажут Влияния Кислотных Закислений тела Тут разделять Кислотно-щелочная Это на уровне Желудка А закисляет тело Это блоки шлаки Токсина На уровне кишечника Вот именно Вот это закислит Щелочные продукты Нет Они Пагубно Не повлияют На человека Если он занимается Дыханием Если человек Себя защелачивает То это может быть Алкалоз Чрезмерное защелачивание Вот это плохо Для того чтобы Такого не было Мы должны И меру Щелочности Повышать А мера щелочности Через дыхание Повышается Хорошо Миколаевич Вопрос эфир Что делать Для восстановления души Она больна У меня Врачи ставят Диагноз Которая не Оставляет надежды Во мне существуют Личности Почистил недавно Стало полегче Весеннего обострения Не чувствую Первое Болеет Не душа Болеет психика Душа совершенства И именно Неспособность Ее И случиться Через психику Вот Дает проблемное Вот эти вот Состояния Чистить мы можем Только психику И ментал Прямой путь Самый правильный Эффективный Это Концентрация Держания Внимания То что Раньше предки Называли Великое Держание Внимания Либо то что Японцы называют Задзен Либо Китайцы Цзучань Но Это Путь Очень Очень сложный И не так Так Легко Через Этот Путь Остановить И очиститься Внутренний Диалог Он нуждается В сильных Корнях В сильной Энергетике И в сильных Сильной Гармонизации Полушария Мозга Поэтому Более Простой Вариант Это Через Дыхание Замедление Дыхания Ускоряет Сознание Замедляет Внутренний Дыхание Дыхание Взаимно Связаны Как нитка С иголкой Либо Попутный Вариант Какие Либо Психические Отдыхи Отдушины А параллельно Заниматься Техниками Держания Внимания Все Остальное Эзотерический Путь То есть Влияние Извне Такие Как Помощь Эзотерика Как же Из головы Улетело Когда он Помогает Погружает В подсознание Эти Варианты Они Неустойчивы И ворачиваются Только У нас Лечит Это Самые Практики Дыхание Концентрация В общем Нужно Научиться Просто Не быть Шизофреником Потому что Очень часто Шизофрени Это как раз То, когда человек Разбрасывается На разные мелочи И не умеет Концентрировать себя И Такое ощущение Что в нем присутствует Несколько Так называемых Сущностей На самом деле Это просто Нанесено всего Может быть Следствием Невнимательности Научите себя Контролировать Контролировать свое внимание Концентрация Вот это самое главное Человек Который 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 Умеет Концентрироваться На каком-либо деле Он уже становится Бытовым Как минимум Магом То есть Бытовая магия Четко знать Цель Четко знать Последовательность Шагов До этой цели И четко Следовать Каждому шагу Не отвлекаясь На какие-то Другие Раздражители Вот это Очень важно Вот это И есть Бытовая магия Если вы Хотя бы Сбиваясь В одном шаге Или теряете Из виду цели Не понимаете Когда не добраться То в этом случае Магическое действие На бытовом уровне Происходит Если вы научите Этому То тогда Вы станете Великим магом В дальнейшем Магом в смысле Могущественным Могучим И все у вас будет Хорошо и замечательно Но начинается Все с простого Такого Концентрации Внимания Если умеете Концентрироваться Учите себя А внимание Так же дрессируется Как и мозг Дрессируется Закладывается программа И вы исследуете То у вас Будет все хорошо Ёлка Вопрос в эфир Хочешь что-то добавить? Да Совершенно верно Человек существует Либо в прострации Либо в фокусировке Внимания Везде Это качество Внимания Дисбаланс Расфокусировка Внимания Ведет сначала К психическому Раздражению Потом К тому Что пришел человек А фокусировка Внимания Приводит к однонаправленной Фокусировке Внимания К присутствию И к чуткости К силе То есть Сокровище духа Внимания Да Концентрация Благодарю Ну и последний вопрос Зададим от Ёлки Вопрос в эфир Как вспомнить Свои прошлые жизни Как понять Своё предназначение Бывают ли случаи Например Если не удается Продавать Значит предназначение Отдавать Если в подарок Не получишь Материальное Не получаешь Материальное желание Мое Например на праздник Значит это говорит о том Что это сейчас Тебе не нужно И только тормозит Развитие Словно сигнал Благодарю Итак Вспомнить Своё воплощение Помогает Прямой Метод Это Погружение В концентрацию Так называемые Все наши воплощения Находятся Внутри Нашего подсознания Когда мы Занимаемся Концентрацией Мы осветляем И пронзаем Насково Своё подсознание И по мере Этого осветления Наши воплощения Будут всплывать Всплывать И всплывать У концентрации Есть три основных Пика Тотальное присутствие Фокусировки внимания На протяжении Двух минут Пятнадцати минут И тридцати минут Вот у человека Должна быть У обычного человека Фокусировка внимания Составляет Три-четыре секунды Вот норма Для Начала Путешествия В силе Сознания И в духовном росте Это две минуты Вот постепенно Это нарабатывается Самое сложное Это начало Когда концентрация Копится буквально По секундам Потом по минутам Потом уходит По часам Для того Чтобы начать Вспоминать Свои воплощения Необходимо Перейти планку Пятнадцати минут Вот там Они как раз И начнут всплывать И медитации И Так сказать Медитации Наших воплощений И полчаса Это когда Все наши воплощения Уже вспомнятся Но это Если человек Любая секунда Любая мысль Это Время назад Опять все заново Находится в присутствии Итак Первый путь Самый прямой И самый сильный Это через концентрацию Тотальное Держание внимания Осознавание себя Каждую единицу времени Ни на секунду Не отвлекаться Секунда появилась Все заново Обычно Напомню Человека Сила такого сознания 3-4 секунды Это определяет Деятельность головного мозга 6-7 процентов Работает С наложенного потенциала Второй Более простой Вариант Это пересмотр Который я говорил Раньше Это с утра до вечера Пролистать Провизуализировать Весь день Это поднятие колодцев Сначала сутки Потом неделя Потом месяц Потом пойдут Вспоминаться Воплощение И вот Если мы вспомнили Получили опыт Получили опыт Мы осознали Интуитивно Свою цель души А если мы не получили Опыт Интуитивный Тогда у нас опыт Только логических догадок Логические догадки Это не стопроцентная информация То есть Все остальное Майя Все остальное Иллюзия По сути Одна единственная Духовная практика Это Концентрация Которая дает Состояние Не медитации Еще раз подчеркну Не медитации Все остальное Перед концентрацией Это лишь Практики Подводящие К состоянии Тотального присутствия Энергетические Медитативные Дыхательные Питания Это все лишь Подвод Приобретение Сильных корней К концентрации А через нее Человек Входит в состоянии Быль иная То есть Не медитация Последний вопрос Мы разобрали Но здесь Появился вопрос Такой Который Могу пропустить Наталья За этот вопрос Алексей А когда Следующий эфир С Димой Когда в планах Эфира Я рад буду С вами встретиться Пообщаться Но сейчас Я хочу завершить Свой ретрит Месячный 24 числа Я выйду Из ретрита Практически До конца На протяжении Всего этого ретрита Я буду в Мауне В молчании Меня не будет В социуме И вот я Завершаю Свою внутреннюю Алхимию Свою глубинную Медитацию В Мауне И потом 24-го Возвращаюсь И с этого дня Пожалуйста Когда вам будет удобно Буду рад Давай тогда На апрель Будем планировать У нас уже Начало апреля Все расписано Но я думаю Для тебя Для нашей встречи Мы где-нибудь В начале апреля Первая или вторая неделя Подберем Время Здорово Отлично Тогда как выйдешь Из ретрита Ты мне Очеркани Алексей Я на связи Хорошо Ну все Ладненько Давай тогда Уже наш эфир Будем заканчивать В заключении У нас хорошая традиция Что-то пожелать От себя Доброе Вечное Красивое Чтобы так Сказать Спокойной ночи Друзья Или с добрым утром К тебе уже проснулся Больше Больше улыбайтесь Больше радуйтесь Практики Самосовершенствования Это по сути Следствие На уровне Духа Мы и так Совершенные Радуйтесь И только На свою радость Накладывайте Практики Самосовершенствования Удачи Друзья И всех вам благ Благодарю тебя Дмитрий За столь содержательную беседу Мы перебрали время Намного Но я нисколько не жалею Потому что встреча С интересным человеком Особенно тем Который практикует Все А не просто так Говорит из книжек Что-то Это дорогого стоит Опять же Благодарна Всем нашим радиослушателям Которые принимали Участие В чате Своими обсуждениями Участие в эфире Через чат Когда обсуждали Что-то Задавали вопросы Это тоже очень важно Потому что мы видим Что вас интересует Вы задаете вопросы Которые вам интересны А значит интересно Кому-то еще из людей А не просто Мы тут сидим С вами уже с собой Устроили Такой Попиваем теплую водичку Или чаек И так дружно общаемся И напомню Что сегодня у нас 2 марта Среда 2016 года Пока еще По одному из современных Календарей По одному из старинных Первый день месяца Пробуждения природы 7524 лета Седмица Здоровый образ жизни Самосовершенствующегося человека Такова тема Сегодняшнего эфира была Главный следущий Дмитрий Лапшинов Мы не прощаемся На седам Просто говорим До свидания Мы еще обязательно Встретимся И как мы уже договорились Примерно в апреле Смотрите за анонсами Я думаю Все у нас будет Хорошо и замечательно Желаю всем добра До новых встреч Услышимся До свидания До свидания